Суровый веб, тот самый подкаст от Europe Design из Челябинска. Pantone представил цвет 2020 года. Улучшаем плоский дизайн с помощью CSS-свойств. Страх и ненависть в IT. Страх и ненависть в Погнали. Я думал, ты забудешь сказать страх и ненависть где? Да нет, я на самом деле, честно говоря, думал, страх и Погнали войти, но нет, я не буду от конвы, от нашей привычной отступать, в которой я, как бы сказать, ну, к последнему слову Погнали-каю. От нашей вот этой кабалы, которая на нас висит. Вот один раз сделали, два раза сделали, а на третий уже не смешно, а приходится делать. Это знаешь, как вот если бы мы с тобой сочинили какой-то очень известный хит, нам бы приходилось на каждом концерте выиграть. Вот это наше Погнали. Да, если бы мы Иглсами были и Хотел Калифорния сделали. Хотя, понимаешь, они-то играют с удовольствием, потому что других у них треков все равно никто не знает, и тут хоть на одном будут подпевать, поэтому... Кстати, да, вот на Погнали все подпевают. Да уж, подпевают. По-моему, один Вадик только подпевает. Ладно, в общем, с вами 219 выпуск подкаста «Суровый веб», проект «Ювебдизайн». Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов. У нас сегодня... Да, мы в последний раз в Новый год, ты правильно... Все правильно говоришь. Мы сегодня очень предновогодние, и мы сегодня очень бизнесовые. Не знаю, почему у меня вылезло сейчас это слово. Вот, мы бизнесовые, а так как мы бизнесовые, то напишите нам на worksobakaevobesign.ru для того, чтобы, может быть, с нами какой-то бизнес сделать. Я хотел сказать, что мы в последний вагон 24 декабря успеваем, потому что время без трех минут 12 по-челябинску. Мы практически пишем в католическое Рождество или в протестантское. Или в оба эти Рождества. В оба эти Рождества. Мы в два Рождества сразу пишем подкаст, во-первых. Во-вторых, следующий подкаст мог бы быть 31 декабря, представляете? Ну, мы, конечно же, ну, мы больные люди, но мы не настолько больные, чтобы 31 декабря записать подкаст, правильно? Потому что... Да, особенно учитывая, что мы это пишем реально в ночь со вторника на среду. Вот, в ночь со вторника на среду надо будет другим заниматься. Да, то есть мы бы сейчас реально через две минуты с Путиным уже должны были бы сидеть. Владимир Владимирович, я имею в виду. Если, ну, поняли, да, про какого я Путина? Ну, вариантов несколько было, но, в принципе, по нашим предыдущим шуткам они поняли, о каком мы обычно шутим, поэтому... Ну и хорошо. Пойдем сразу к темам или будем еще рассусоливать про Новый год будем? Нет, нет, я вообще хочу Блиц сегодня сделать, вот. Но если говорить про рассусоливать про Новый год, то будет новогодний подарок от нас подписчикам, потому что мы 27-го, кажется, или какого... Нет, 29-го. 28-го и 29-го мы будем делать стрим-прогулки. Наверное, 29-го, да, мы же с тобой договорились уже на какой-то конкретный... Мы, по-моему, у нас есть, воскресенье. Да, 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 это 29-е. Да. Я не знаю, я не уверен, правда, что этот подкаст... Хотя, блин, надо, по идее, усраться и выпустить его до Нового года. Ну, как-то надо, потому что после Нового года он будет прошлогодний подкаст уже, как хлеб. И кому он нужен будет? Вот, да. Ну, короче говоря, так или иначе, будет новогодний подарок, не переживайте, все классно. И, да, будем не рассусоливать. Первая темка. Пантон назвал цвет года 2020-го. Вот, причем я об этом узнал не от самих понтонов. У них это, кстати, странно происходит. У них некоторые цвета они представляют, типа, там, в октябре, в ноябре. Вот. А некоторые как-то вот... Ну, я сомневаюсь, что они его так же представили в октябре. А вот эта статья с Fast Company дизайна, она вышла 16 декабря случайно. Типа, блин, как бы два месяца уже прошло, вот только сейчас мы решили написать. То есть, нет. If you die... If you die... If you die... If you die after Pantone announced its selection. Вот. Поэтому они, видимо, Pantone, каждый год у них разнится момент, когда они издают, так сказать, свой цвет. В общем, маски сброшены. Classic Blue. Этот цвет 2020-го года. Классический синий. Вот. Практически Royal Blue. Вот только Classic Blue. Classic Blue более такой приглушенный, темный. Royal Blue, он прям яркий. Угу. Ну, ты знаешь, что такое Royal Blue? Угу. Нет, не знаю. Я сейчас загуглю на всякий случай, чтобы сказать тебе, что знаю. Royal Blue. Я так всегда делаю. Да, я понял, это более в натуре такая светлая. Ну, это яркий синий цвет. Прям вот, ну... Угу. Небо в горах такого вот цвета. Прям вот. Мои кеды, которые я в офис принес, вот этого цвета. Небо в горах, спина в куполах. Я понял. Так? И что? Вот, да. Короче говоря, а Classic Blue, это именно такой более... Как... Я даже, честно говоря, не знаю. Более фейсбучный. Так хочется ответить. Знаешь, мне кажется, что он должен у настоящих копов быть на борту такой цвет. Как ты считаешь? Ну, кстати, да. Я тут недавно занудничал. Мы с Алиной шли по улицам и ехала реанимация, но не настоящая лотосовская. Угу. Фейклая. Я говорю о том, что, по идее, её не обязаны пропускать чуваки на дорогах, потому что в правилах дорожного движения сказано, что пропускать надо не только тех, у кого мигалки, а те, у кого ещё синяя полоса на боках, потому что это является, собственно, символом спецтехники. Так. Вот. И я говорю, что вот этих, по идее, не должны пропускать. Так вот, именно этого цвета, наверное, должна быть полоса на спецтехнике. Классик блю. Классик блю. А ты, кстати, хорошо подготовлен. Тебе каждый год задавать экзамены. Потому что я вот такого уже плохо помню. Ну вот, а я, да. Каким-то образом. Я просто... Ну, ты же знаешь, я такой теоретический задрот. Вот. И теорию я действительно достаточно неплохо до сих пор помню. Хотя, в общем-то, учитывая количество моей практики, мне это, в общем, и не нужно. Но, да. Так вот, возвращаясь к Классик блю, Эван Николь Браун. Эван Макгрегор, я думал. Сразу непонятно. Это женщина или мужчина? Это Эван, это Николь или это Браун? Это Эван или Николь, да. И Браун Леон. Непонятно, неважно. Автор статьи, в общем, отлетела жопа у него, потому что ему не нравится Классик блю. В этом смысле он пишет. Я, говорит, вот не смотрю сериал «Друзья» и не смотрел. Не потому, что я, говорит, не люблю ситкомы, а потому что просто это вот уже всё. Уже когда ты в своё время его не посмотрел, сейчас это уже типа, ну, отстой. И, говорит, вот цвет Классик блю выглядит, как будто сейчас 97-й на дворе. Так, хорошо. Ну, допустим, типа слишком консервативно и тупо. И говорит, что мы открываем новую декаду. То есть 2020-е, на секундочку, не просто Новый год, а это реально новое десятилетие. Ну, ладно, бафосно звучит. Да, и мы открываем типа новое десятилетие всего лишь классическим синим. Блин, это как бургер года в Макдональдсе Биг Мак. Ну, блин, это, ну, зачем вообще это говорить? Да, зачем вообще учреждать премию, в которой будет Биг Мак побеждать? Это и так понятно, что это, ну, при зрительских, так сказать, симпатий. Хотя я вот очень давно не брал непосредственно Биг Мак. А в том-то и дело, уже давно не Биг Мак года. Биг Мак года. Путин года. Вот да. Ну, короче говоря, вот он считает, что Classic Blue это уже слишком вчерашнее, и он перечисляет здесь несколько цветов предыдущих годов, что вот Living Coral, ну, коралловый, который был в 19-м, он отождествлял природу, которая нас огружает, а также ещё и присутствие в социальных медиа. Почему здесь коралловые социальные медиа? Ну, допустим, там где-нибудь в Инстаграме, вот в этом радужном, жёлто-красном логотипе, где-то там коралловый притаился, окей. В 2018-м был ультрафиолетовый, Ultra Violet. И это, говорит, интрига о том, что нас ждёт дальше. Ну, понятно, ему нравятся, в общем, нестандартные цвета, а синий – это скучно. Да, классический синий, говорит, они, они, в смысле, Пантонычи, они описывают, как, так скажем, пронесённый сквозь время и выносливый оттенок синего, элегантный в своей простоте. Ну, то есть, типа, что он проверенный временем, типа, ну, такой реально консервативный цвет, который вот, да. И он считает, что это кризис, это кризис Пантонычей. Они не смогли придумать ничего нестандартного, и поэтому они пришли к самому вообще стандартному, что только может быть. И это равносильно тому, что они просто взяли перерыв. Так, чуваки, мы годик подумаем ещё, потому что, походу, мы и списались. И как бы они просто всё, классик блю, стопудово, ну, как бы, понимаешь, Пантоночный цвет, он нужен же не только как символ, он ещё нужен, потому что реально бренды одежды запустят, это как доминанта у себя в новых коллекциях, какие-то дизайнерские студии на него будут опираться и так далее. И это, понимаешь, когда ты, будучи Пантоном, на тебе есть ответственность, что, ну, как бы, будущий год будут дизайны с твоим вот этим цветом, там, ну, будут дизайны, на которые ты оказал влияние. И они не готовы сделать так, чтобы именно они обосрались и плохой. Поэтому они взяли стопудовый, который точно, вот, блин, ладно, ещё годик, пусть похрену будет вот этот цвет, стопудово он будет классно выглядеть. Следующий придумаем. Следующий чёрный цвет года будет. Красный. Кстати, красный был. Я когда зашёл на Пантоновский цвет года и посмотрел именно их последние цвета, в 2002-м был True Red. Ё-моё. Ну, то есть реально, просто красный. А белый был когда-нибудь? Ну, нет, здесь был... В 2006-м был песочно-долларовый. Надо эти три совместить, чтобы флаг получился. Классик Blue, True Red. Хотя у нас не классик Blue, на самом деле, на флаге, на нашем. Да и вообще, флаги, они на самом деле не настолько цветовые. То есть вот, допустим, как ты думаешь, наш Blue, который на флаге России, он такой же Blue, как на флаге Франции? Ну, мне кажется, на флаге Франции темнее. Ну, не кажется, по-моему, это стопудово. Мне тоже кажется, что темнее, да и там и красный темнее. Там вообще модные цвета. А у нас вот как раз в CSS-е написано Red, Green и Blue. Red, Green. Red, White и Blue. Кстати, цвет Франции я вот сейчас смотрю, и вот красный везде плюс-минус один, а вот синий где-то тёмный, где-то Royal Blue. И всё считается флагом Франции. Ты хочешь мне сказать, что там нет консистенции у них? Мне кажется, нет. Ну, у них темноватые цветы. По крайней мере, ну, когда китайцы выпускают флаги Франции, они, видимо, разные оттенки используют. Вот когда я просто гуглю флаги, вот, то там Россия и Франция как будто бы плюс-минус одинаковые. Но реально, если флаг России загуглить, он почти везде светло-синий. Да, блин, вот русский флаг, он настолько русский, честно, я вот смотрю на него, и эти цвета, они вот только с Россией ассоциируются у меня. Ну да, да. Хотя вроде бы, типа, цвета-то одни и те же. Ну вот мне интересно, как флагом выбирают, то есть это же тоже какой-то оттенок? Это же не просто... Ой, это, мне кажется, это ещё раньше, чем 97-й был. Ну вот, поэтому это бесполезно сейчас вспоминать, как это было. Это, знаешь, выбирали, какая ткань самая дешёвая в производстве, чтобы было максимально много флагов, чтобы заполонить всё ими там, ну что-то подобное. А, нихрена. То есть ты-то думаешь именно отталкиваясь от материала? Спагматическая, наверное, точка зрения, да. Потому что когда придумывали условный флаг Англии, тогда ещё текстильная промышленность не была так развита, как сейчас, и там именно, вот я в одной из серий элементария, чувак, чувак, в смысле Шерлок, он понял о том, что где убийца, потому что он на картине увидел редкий пигмент, который, ну типа краски такого цвета очень редкие, они продаются там только в двух магазинах города, вот мы в них типа и пойдём и найдём. Вот. И так же и там. То есть некоторые цвета были слишком дорогие, чтобы их ставить на флаг, потому что, блин, ну флагов должно быть много, это всё-таки символ, а много тканей такого цвета тупо нет, как вот мы столкнулись с проблемой футболок фиолетового цвета, и как бы вот, ну, с этим сложно. Да. Поэтому вот такие дела. Ну на самом деле вот цвета, кстати говоря, у Франции, у Франции, у Британии и у Америки, у них вообще тёмные тоже, вот как-то, не знаю, стильно выглядит тёмный флаг, а светлый флаг вот, ну не так стильно выглядит, честно тебе скажу. Ну, без всяких, не то, чтобы я сейчас что-то говорю. Не то, чтобы ты к Бразилии сейчас обращаешься с их светло-зелёным и жёлтым флагом. Извините, Бразилия, да, нет, ну просто как-то стильнее выглядит. Ну, в общем, возвращаясь к Classic Blue, действительно, у меня ассоциация с Фейсбуком. И с LinkedIn-ом, и вообще со всеми соцсетями, потому что, ну, синий – это же типа цвет концентрации, цвет как бы, ну, усидчивости, и, ну, а где ещё усиживаться, кроме как в соцсетях? Согласен. Поэтому, ну, кстати, в Google Doc'ах, в тюрьме я ещё можно усижу. Да что такое, я не могу всё, ну. Слух, что ли, да, это сказал? У меня Outlook и Word похожи вот тоже цвета, ну, больше Word. Outlook, он тоже голубоватенький такой, а именно Word он как бы, да. Ну, короче говоря, он считает, что это фу, то, что Pantone расписалась в своей, так сказать, несостоятельности, когда выбрал такой цвет. А если зайти на страницу непосредственно Pantone, то, в общем, и в целом они там смакуют. Они там сидят и ОАМ, классический синий, офигеть, сквозь века, до сих пор актуальный, классный, ура. Кстати говоря, они на сайте на самом сделали везде синие бары? Ну да, конечно, они это каждый год делают. То есть они синичи. Синие, ну офигенно выглядит. Реально, когда были коралловые бары, это выглядело недель, мне казалось, что это какая-то реклама, что это какой-то баннер. А когда она синяя, мне кажется просто, что я в АПЛИН включил и на LinkedIn зашёл. Да, американский сайт синяя, когда вот прям я вижу такой прям дефолтный. Что я могу сказать тебе? Мне тоже нравится, но я тоже согласен, что немного дефолтно, но я и согласен с тем, что то, что дефолтно это хорошо, потому что как не в 2020-м сделать утверждённый такой, утвердительный, такую точку какую-то, даже не точку, а какой-то такой поставить знак, который будет не шаткий какой-то, а именно что-то такое. Classic Blue. Мне кажется, это как раз тот самый цвет, который нужно поставить на 2020-м году. То есть, они всё правильно сделали, они знали, они тоже подумали. Сейчас мы сделаем фиолетовенький, светло-фиолетовенький какой-нибудь, и что это будет 2020-й? Ну, что это за 2020-й? А Classic Blue это 2020-й в натуре. С этим вот не поспоришь. Поэтому то, что они подобрали, я согласен с тем, что Classic Blue классно. Пантоны вообще не прогадывают. Они не настолько ещё тупые, не надо их за тупые держать, чтобы взять и просто сделать синий, ещё бамбук курить один год, а потом сделать красный. Вот. То есть, это да, это не то, что… Ну, в принципе, я тебя поддерживаю. Вполне возможно, что это умышленное дерьмо, они просто так придумали, продумали, и я в этом не вижу ничего консервативного. Несмотря на то, что я консерватор, и я, впрочем, ну, не против того, чтобы там что-то кто-то консервативное делал, вот. Я в этом ничего консервативного не вижу. Я считаю, что это достаточно… Ну, опять же, что тогда Facebook тоже консервативный, он же всё ещё используется, пользуется спросом там и так далее и тому подобное. Ну, вот именно. Вот именно. То есть, вопрос даже не в консервативности скорее, а вообще, может быть, синий – это не очень консервативно. Что такое взять и поставить классический синий на цвет года? Это супер неконсервативно, я считаю. Это как раз и неконсервативно и есть, потому что поставить цвет, который дефолтный, ну, такой выглядит, как дефолтный. Ну, да. Это как на чёрном основано сделать свой стиль. Это достаточно сложно. Вот именно. Да и вообще синий – это цвет пришельцев и вообще всякого такого неземного. Мы знаем с вами, что синего в природе не очень много, настоящего синего. Ну, да. Поэтому это как раз-таки, может быть, даже с каким-то намёком на пришельцев. Круто. Согласен. С намёком на пришельцев. Это прямо хорошо. Мы в этом подкасте любим намёки на пришельцев. Мы под Течо пришельцы. Ну, да. Настоящий мистический подкаст. Переходим? Переходим. Переходим. Кстати, блин, мы не размазывали первую темку. Я считаю, achievement unlocked. Да, обычно у нас это сейчас бы понтоны что-то затянулись, а у нас вроде нормально. Там на 45 минут всё. Вот, да. Короче, Джек Дорси, Джек Дорси, сейчас всё скажу. Джек Дорси хочет децентрализовать Твиттер. Джек Дорси – это такой пацан главный, главный в Твиттере, если что. И на него можно даже в Твиттере подписаться. Собака Джек. Ну, незамысловато. Он говорит о том, что вообще-то децентрализация социальных сетей – это круто. Понятненько. И в первую очередь для этого нужно сделать технологию. Технологию децентрализации настоящую, которую он прям собирается из своего собственного кармана спонсировать. Опенсорсная технология спонсировать. Имеется в виду, опенсорсная технология станет, но пока это будет поддерживать Твиттер. То есть Твиттер от себя отщепнул уже, как я понимаю, команду чуваков. В том числе СТО Твиттера Парагарагвал, Агравал, вот этот вот человек, СТО Твиттера будет лидить, будет смотреть за командой, которая будет называться BlueSky. Опять везде Blue у нас. BlueSky. Хорошо, перекликается. Да, и они будут делать, разрабатывать технологии децентрализации социал-мидия. Значит, что за этим следует? Вообще Джек, который тут самый Дорси, твиттерский чувак, говорит, вообще я не очень поддерживаю, чтобы была централизована система социальных медиа. Ну что, почему социальные медиа кто-то может взять и контролировать? Мы знаем с вами вот эти все прецеденты с Трампом, значит. Он про Трампа ничего не пишет, это я сказал. Он это пишет вообще здесь в статье о Фейсбуке и о Гугле, что бывало такое, что вообще-то управлялись централизованно в пользу кого-то социальные сети, не очень хорошо. Нужно, чтобы у всех был равный шанс, чтобы везде социальная сеть была одинаково распределена, и кто-то, если мог продвинуться, то продвинулся только из-за того, что реально людям понравилось. Поэтому сейчас он говорит, что вот мы займемся этим, вот отдельный отдел, как они продумают и что, я не знаю, но в принципе и в целом я хочу, чтобы все социальные сети стали децентрализованы, потому что, говорит, монетизация есть другая, другие способы монетизации, то есть не только просто взять денег у Трампа, а конкретно есть, например, вот блокчейн сейчас развивается, он говорит, всякие такие темы, вообще нормальные, можем, короче, что-то делать, как-то бабки можно зарабатывать, не переживайте, не знаю пока как он хочет бабки зарабатывать. По-моему, он просто это написал, чтобы немножко хайпа Твиттеру придать и вообще показать о том, что Твиттер что-то там еще может и говорит, умеет. Вот, но мне показались размывачитами его монетизационные цели, как-то это странно, децентрализовать социал медиа, то есть он хочет из своих рук практически выпустить узда правления Твиттером. И в чем суть-то, я вообще не понимаю, ну то есть чтобы смоделировать, как в реальном обществе все будет происходить, ну без влияния какого-то, ну то есть в чем, собственно, смысл-то, или ради просто децентрализации, ради децентрализации? Я так и не понял, по-моему, оба этих пункта. Первый пункт децентрализация, ну в плане физическом, то есть просто взять и на блокчейне написать, не с хрена. А во втором смысле, чтобы реально не управлял чувак, который говорит, а давайте сейчас в Твиттере запустим хэштег «Трамп победил». Ну, что-то такое. Как это будет выглядеть, пока нам СТО парагал, парагвал, агровал, параг? Он сделает, он знает, он, между прочим, технический директор Твиттера, он тебе не такой еще придумает. Так что будем следить за командой BlueSky. Интересно, можно ли на BlueSky подписаться в Твиттере? Просто мне сейчас просто стало в один момент интересно. Смотри, подписки Джека, я думаю, вряд ли их там очень много. Я... Наверное, одни из них BlackSky. Можешь все переделать уже. Есть BlueSky, такие чуваки, и у них уже 29 тысяч читателей, один читаемый, то есть, наверное, Джек, я думаю. Я, к сожалению, они меня не читают. Блин. Нет, какой-то Алекс Пэйн, Макс Пэйн. Алекс Клэр. Короче говоря... Разные возникли эти. И они, в общем, тут даже уже пишут, что мы тут что-то будем делать. В общем, короче, будут чем-то заниматься. Бабки будут осваивать. Тем не менее, open-source решение будет придумано. Поверьте мне, поверьте мне. Ты как вообще относишься к такому? Ты вообще что-то вот понимаешь в децентрализации? Я в децентрализации понимаю, я понимаю в коммерции. И, судя по всему, он просто хочет немножечко, ну, это как агония выглядит. Но, типа, все уже насрали на Твиттер. Надо что-то как-то, ну, как-то хайпануть, бомбануть и так далее. Причем, смотри, он среди своих хайпует. То есть, о децентрализации как раз знают чуваки, которые более-менее понимают в технологиях высоких. В big tech, я бы сказал. В deep tech. Вот. Я думаю, дело еще просто в том, что инвесторы тоже в этом понимают. Да. Конечно, конечно. Это самое главное. Хайпануть-то не среди нас с тобой. И не среди даже наших подписчиков. Хотя, среди этих людей, если хайпануть, в принципе, уже жизнь удалась. Так вот. Нет, хайпануть среди все-таки инвесторов, чтобы все-таки, ну, чтобы бизнес пер в этом смысле. Ну, да. Это немного по-илон-масковски, я бы сказал. Вот, 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 вот. Громкие заявления, что-то как-то, а что там как уже, это уже насрать. Поэтому, ну, не знаю. Просто обычно децентрализация физическая вообще никак не влияет на децентрализацию именно управленческую. То есть, что такое децентрализация? Просто сделать на блокчейн переписать. Или там на MongoDB. Хотя Twitter, насколько я помню, не так на MongoDB, по-моему. Там что-то такое, да? Да. Какие-то документы ориентированные. Что, как это относится к тому, что, в общем, мы не поняли тему, мы тупые. Подожди. Если, грубо говоря, ни в одном все находится в дата-центре, ты не можешь взять и удалить твит по запросу. Ну, хорошо. Допустим. Где есть, как бы. И, соответственно, тоже... Наверное, можешь. Хотя, ну, хрен знает. Но технически ты можешь. По идее, что написано в блокчейне, то не вырубишь топором. Ладно. Хорошо. Я согласен. Но тогда будут методами не вырубания, а наоборот, написания огромного количества делать. Ну, то есть, разные техники бывают. Это сложно. Это не так просто. Сказал громкое слово. Действительно, децентрализация. Ну, вроде круто. Звучит опенсорсно, я бы сказал. Звучит так именно для чуваков, которые любят опенсорс. Но куда дальше это двигается, непонятно. Так вот, ну да. Я тоже. К инвесторам это двигается в карман. Немного как-то сборно. Чего, зачем, почему. Либо мы что-то не понимаем. Но, опять же, по Гобличу, если, говорит, не понимаешь из-за чего, значит, из-за денег. Хорошо. Видимо, да. Видимо, об этом. Мне нравится. Блиц прям двигается. Блиц сухо. Не можем даже выдать вообще ничего больше этого. И правильно. И правильно. Дальше у нас, тем более, что то, что больше вообще всего. Я бы сказал, после стольких лет всегда. После стольких лет всегда безлимитный хостинг. Не только безлимитный. И лимитный тоже. Но зато по супераппетитным ценам. Кстати, рассказывайте историю жизни. Она очень подойдет в тему. Ну-ка. Мы тут с коллегой на работе. Ну, короче говоря, с кем мы офис снимаем. Решили сделать небольшой МВП проекта, который, ну, который просто взорвет рынок CRM-ок узкоспециализированных. Там как бы такой маленький рынок. Ты тоже громкие заявления, как инвестор делаешь. Мы его, да, мы его децентрализуем просто и все. Так вот. И, короче говоря, мы просто решили попробовать сделать свою фигню. Я на ней попробую в U3 несколько новых технологий обкатаю интересных. Для меня это будет сэндбокс. Да, 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 да. Я тебя понял. Вот. Но, в общем, и в целом, если мы хоть кому-то это продадим и как-то что-то у нас попрет, то почему бы и нет? Это круто. Короче говоря, я ему говорю... А он сисадмин, как ты знаешь. Ну, знаю, да. Я ему говорю, типа, Санек, мне, говорю, нужна виртуалка. Не в смысле ты сам к себе отпрощаешься, потому что чувака так же зовут. Да, чувака так же зовут. Я ему говорю, Санек, мне нужна виртуалка, Цинтос восьмой сделай мне, пожалуйста, организуйте. А он мне говорит, короче, я тебе сделал, ты занимайся. Так вот. Короче, я ему говорю, сделай, пожалуйста, восьмой Цинтос, пробрось мне SSH, скажи, на какой эпишник, какой порт, я буду подключаться. И он без малого просрал полдня на то, чтобы мне это сделать. Ну, у него есть инфраструктура, у него есть сервера, где он это бесплатно сделал. И он на это просрал, во-первых, полдня, во-вторых, я еще столько же потрачу на какую-то там донастройку, потому что, ну, реально, хоть у него и белый эпишник, это все равно, ну, непросто. Я себя поймал на мысль, что, блин, а у Smart Tape, во-первых, 10-дневный бесплатный период, я мог на любое мыло зарегать 10-дневный бесплатный период, получить. А потому что за эти 10 дней мы бы уже, скорее всего, поняли, что наше МВП не взлетит. Шутка. Вот. Но, короче говоря, я бы уже посмотрел. Шутка, она уже не взлетела. Шутка, да. Сразу не взлетела. Уже, короче говоря, я в один клик у меня был бы Центоз, у меня был бы белый эпишник и так далее. Более всего за какие-то там, до 500 рублей в месяц можно цену опустить, в криминальном смысле, за NVMe SSD-шную виртуалку. Поэтому, блин, и я такой думаю, ой, слава богу, не я этим занимаюсь. Я как бы мог бы тоже гипотетически себе сделать на серваке отдельную виртуалку, выделить под нее ресурсы, т-т-т-т-т-т-т-т, вот это все, но мое время стоит, блин, я бы полдня моих стоит дороже, чем виртуалка на Smart API за, я не знаю, за полгода. Ну, то есть, нет никакого смысла абсолютно экономить, и да, поэтому... Хватит экономить, надо зарабатывать. Поэтому, чуваки, просто берете, и это тот сервис, который вам предоставляют реально очень задешево, он очень стабильный, и такие популярные дистрибутивы, как Центоз, Ubuntu, Debian, FreeBSD, можно накатить просто в один клик. Ты их выбираешь, когда VPS-ку оплачиваешь, и к тому времени, как ты ее оплатил, она уже у тебя развернулась. Поэтому сложно это переоценить, если вы цените свое время, то обязательно попробуйте. Десятидневный бесплатный период. Вот. Хочется сделать небольшую оговорку. То есть, если вы не разбираетесь в DevOps-штуке, так скажем, то будет тяжело. Потому что, ну, это как бы... Давайте, настраивайтесь, что там ISP-панель, как минимум. Если будете какие-то гайды гуглить, будьте готовы, что будете гуглить гайды, как на ISP-панели что-то сделать. Потому что вот мне легко. Если у меня есть просто голый дистрибутив Центоза, я тебе не буду говорить, что хочешь на нем сделаю. Но, тем не менее, я очень многое могу просто взять сам. Я сам подниму тебе веб-сервера, базы данных, Nginx настрою, там, сертификаты прокину. И сделаю еще это так, что, ну, будет достаточно быстро и, ну, оптимизировано. Если вы так не можете, то как бы, да, готовьтесь к гуглить много каких-то инструкций и так далее. Потому что техподдержка SmartApe – это прежде всего техподдержка хостинга. Это не DevOps техподдержка. Кстати, в защиту SmartApe скажу, что когда мы с тобой хостились на MediaTempl'е, там, если на SmartApe еще тебе чуваки могут развести руками и сказать, типа, блин, ну, мы не знаем, как бы и так далее, то на MediaTempl'е просто, чувак, мы тебе продаем просто вот этот сервис и пошел-ка ты в жопу. То есть там реально, они тебе просто говорят, мы таких консультаций не оказываем. Практически, типа, мы могли бы, но нет, потому что ты нам платишь всего… Есть, но не буду. Вот, да, 10 долларов в месяц вместо 250 долларов в месяц. Секунду. Да, то есть у них есть всякие там премиум-саппорты, не у них, у SmartApe, а у других конкурентов, так скажем. Там, да, там с тобой нянькаются, но это стоит очень дорого, а у SmartApe за такие деньги… Это как, знаешь, когда Лебедич говорит, типа, чуваки, что вы хотите, когда вы эконом-такси за 100 рублей покупаете, какого хрена вы заставляете водителя вам открывать дверь? Там, вашу сумку в багажник… Ну, в Москве есть даже уже такое. Надо попробовать. И там именно, если он не открывает, они берут при нем, отменяют заявку, как бы там, он теряет время, соответственно, то есть там, ну, там полное говно, там харассмент водителей такси происходит. Жесть. Вообще. Скоро касками стучать будут. Телефоны уже стучат. Ну, то есть… Постукивают. Именно таксисты, они бастуют. У них там, ну, вот, например, последнее сейчас в каком-то городе таксисты отказались работать в новогоднюю ночь вообще, чтобы там увеличили им тарифы и что-то такое. То есть, на примере такси как раз работают и профсоюзные движения, и все такое. Так вот, поэтому, чуваки, вы когда у вас стоит 500 рублей в месяц виртуалка с NVMe-шными и с SD-шками, вы будьте добры нагуглите, как на нее что-то поставить. Ну, либо это надо уже знать. То есть, это все-таки для опытных пользователей. Либо вы это нагуглите, либо вы идете и покупаете премиум-саппорт где-то. Здесь нет премиум-саппорта просто потому, что, ну, Smart Tape – это такая организация, которая купила себе, тоже она взяла в аренду себе часть дата-центра и накатила туда ПО, которое нарезает на виртуалки. Вот, примерно как-то так. Не требуйте от них… Здесь, кстати, даже написано «Поддержка 24 на 7» в скобках «Бесплатное базовое администрирование». Базовое. То есть, ну, как бы не более. Ваше приложение на Node.js, они не смогут задеплоить на кластер и распределить нагрузку двумя инжинксами перед этим и балансером. Они, может быть, бы и смогли, но немного не про те услуги. Ну, вот да. Но, кстати, зная этих людей, вряд ли бы смогли, при всем к ним уважение. Они офигенно обслуживают хостинг. Но это не DevOps-компания. Это компания, которая нам продает мощности и делает доступ к этим мощностям нам. Все. Воспринимайте их именно так. Окей. Окей. В общем, если что, iobdesign.ru slash smartape. Мы долго здесь распинались перед вами. Может быть, попробуйте хоть разочек. Вот именно. Просто возьмите какой-нибудь pet project, просто накатите, потестируйте, пообкатывайте. В конце концов, поучитесь DevOps-у. Это тоже очень, ну, полезный навык вообще в жизни. И у вас здесь есть офигенная песочница, на которой этому можно научиться. Будет просто комфортно. Потому что работает быстро, работает качественно, работает хорошо. И, ну, а если работать, то пусть это будет качественно и хорошо. Я считаю, ну, надо себя окружать какими-то каефными делами, чтобы было прям прикольно. Хорошо сказано. Да. Темка. Темка Энди Кларк нам предлагает темку. That's still not dead, baby. That's still not dead. Так. Название классное. Название, да. Прямо. Да и мужик классный. Чего уж, смотрю на него. Таким же хочу быть. На блоге 24 Ways. Это такой блог, я с него очень много видел всяких статей. И почти все они мне казались какими-то слишком заумными. Ну, как минимум, потому что 24 Ways, полное название блога 24 Ways to impress your friends. То есть 24 способа впечатлить ваших друзей. Здесь, конечно, уже не 24 статьи, а многим больше. Но, тем не менее, он так зародился. И чувак нам говорит о том, что, между прочим, статья в блоке дизайн находится, несмотря на то, что здесь чисто про CSS. Ну, причем прикольно про CSS. То есть CSS-триксу бы еще поучиться о том, как здесь написано. Хотя... Такому дизайну. У Криса Койера были посты на 24 Ways. В смысле, у него как у автора. То есть его сюда приглашали на гостевые статьи. Смешно, что 24 Ways, 24 способа и удивляют в основном программированием, дизайном, UX-ом, бизнесом, контентом. Это я просто меню открыл. Подожди, а что ты ожидал? Кукинг? Я, если честно, думал, что здесь будут перепиливать какие-нибудь эти, ну, табуретку делать. Нет, здесь именно все-таки, ну, диджитная сфера. А мужик, посмотри, он должен табуретку делать, а не... Да кого? Ты ему дай перфоратор, он его не поднимет, я думаю. Он как бы выглядит, конечно, как мужик, но вполне возможно, что он не рукастый. Вы знаешь, это слово рукастый. Не хэндимэн? Вот да, не хэндимэн. Короче, ладно, идем непосредственно к сабджекту. Сабджект у нас в чем? Он говорит, вот есть флэт-дизайн, да, он уже оскомину набился за 10 лет, а до этого был скевоморфизм. А говорит, давайте мы как-то вот флэт-дизайн так улучшим, чтобы вот он уже опять свежо смотрелся. И он, на самом деле, пришел к классическому поп-арту такому, по Ворхолу. Вот, когда он в флэт-дизайне совмещает еще какие-то элементы, я даже не знаю, чего, абстракции, какой-то кубизма, чего. Короче, суть в том, что он играется с прозрачностями и наложениями, вот так вот. Знаешь, коллаж делает, флэт-дизайновый коллаж. Примерно как в материал-дизайне, когда там все материи друг на друга накладывается. Здесь просто вот коллажи из разных каких-то объектов и так далее. Он говорит, что в CSS вообще есть прям целых пять свойств, которые нам помогут сделать коллажи. Ага. Вот. Первое – это прозрачность с помощью альфа-значений. То есть нетрудно догадаться, что есть в таких CSS-правилах, как color или background color или box shadow color, ну и так далее. Вы поняли смысл. Все цветовые штуки. У них есть значения типа значений с альфа-каналом. Это RGBA, который в скобках принимает функцию не 3, а 4 значения. Четвертое – от 0 до 1 – это процент прозрачности. Где 1 – это непрозрачный, а 0 – это полностью прозрачный. Вот. Должны знать все. Конечно, да. Сейчас базовая вещь. С незапамятных времен это было. Вот. HSLA, Hue, Saturation, Lightness – это, ну, другие параметры. То есть, ну, кто… Это цветовое пространство, так называемое, другое цветовое пространство. Вот. HSL. Оно задается тоже тремя параметрами. У него тоже есть альфа-канал у HSLA. Кто привык в фотошопе цвета в нем извлекать, так скажем, и двигать по колесу, потому что здесь именно первый пункт – это оттенок. И оттенок, он как раз от 0 до… Я не буду врать, не помню, до скольки. Ну, наверное, до 360, потому что по цветовому колесу. И можно именно той же насыщенности и той же светлости просто брать зеленый и красный и синий. И у тебя будут три похожих. То есть, в зависимости от твоего подхода к дизайну, от твоего подхода к подбору цветов, можно использовать разные цветовые пространства. Соответственно, у HSL пространства тоже есть альфа-канал HSLA. Они, кроме всего прочего, они в смысле CSS Working Group работают над тем, чтобы без A просто в RGB и в HSL тоже четвертый атрибут принимался. Но это в CSS Color Module 4, который все еще в рабочем черновике. То есть, это еще не имплементировано. Соответственно, хотя я опять же не понимаю, а зачем? Ну, то есть, так хотя бы это различалось как-то. RGB, RGBA. А если теперь будет просто RGB, который принимает либо три, либо четыре аргумента, уже может конфуз начаться или начаться. Нет, начаться. Короче, ну, я не понял, зачем это. Вот. Они также рассматривают возможность в 16-ричную систему цветовую тоже добавить еще один блок, то есть, две буковки. Это тоже альфа-канал. И, соответственно, у нас не просто FFFFFF, а еще там в конце от 0-0 полностью 100% прозрачного до FF полностью непрозрачного. Ну, то есть, грубо говоря, это тоже от 0 до хрена, только в 16-ричной системе. Зачем? Ну, понять невозможно. Понятно, что в 16-ричной системе можно хоть Europe Design Rules закодировать, но как бы... Интересно, как они хотят сокращение сделать? То есть, есть же сокращение у этих 16-ричных. Ты можешь написать, типа, два знака, и оно будет как будто... Три знака, и они будут дублироваться так, как будто... Ну, типа, ты понял, если ты... Я понял, да. Три F – это как шесть FFFF. Как они хотят последнюю сделать? То есть, это же дополнительные символы, получается? Ну, в общем, да. Вопросов больше, чем ответов. Самый главный вопрос – что они будут делать с Edge, в котором до сих пор не поддерживается даже RGBA. Ну, кстати, понятно, Microsoft уже решила с Edge делать то, что они его на Chrome пересаживают, поэтому как бы, ну... Ну, вот да. То есть, будет все нормально. Стандартизировано будет. Да. Второе. То есть, первый – это альфа-канал, второй – это непосредственно opacity. То есть, у любого CSS-ного селектора можно просто opacity задать от нуля до одного, и это будет то же самое вот хоть для картинки, хоть для блока какого-то, хоть для чего угодно. Если мы opacity задаем 0.75, то этот элемент будет пропускать 25% задника, грубо говоря. И если мы вот просто берем, и здесь на картиночке три медальки, везде белый цвет, но на него накинули 0.75 opacity, поэтому на красном он розовый, на зеленом он салатовый, а на синим он такой голубоватый, бело-голубой. Вот. Потому что проходит 25% задника. Да-да-да-да. Кстати, opacity можно наложить как свойством opacity, так и SVG-фильтром. Я писал, записывал когда-то ролик про SVG-фильтры и про CSS-фильтры, он у нас здесь на канале. Вот. Может быть, я даже когда-нибудь буду добавлять подсказочки, чтобы здесь справа вот этот восклицательный знак загорался и показывались эти ролики. Кстати, чтобы ты знал, из ScreenFlow я когда импортирую ролик в mp4 с этими метками, они в премьере тоже показываются. Нихайна. То есть это универсальный формат в тегах глав, так называемых, и они в премьере ловятся. Жалко на YouTube не ловятся. Тогда бы я не забывал ставить, мне бы не приходилось искать вручную эти моменты, куда вставить какие-то подсказки. Ну ладно. Третье – это блендинг. Блендинг режимы – это то, как именно наслаиваются. Вот смотри, есть у нас две картинки, мы их расположили на одно и то же место, и у них указали blend mode. Blend mode – это то, как смешиваться они будут. Если мы делаем multiply, опять же, это из Photoshop, все знают, что multiply – это темный, то есть он темные части берет и складывает. Если мы делаем soft light, он светлые части складывает. Ну и так далее, и тому подобное. Их несколько, по-моему, в CSS-е их шесть разных. Multiply, soft light, hard light и какие-то там normal есть. Ну, normal – это понятно, это difference есть. Это именно какой-то… ну, короче, их несколько разных есть, нужно просто задрочить именно спецификацию, чтобы уметь. Но суть в чем? У нас есть две картинки. В тех местах, где они пересекаются, как должны повести себя цвета. Ну, то есть, условно, мы красный треугольник наложили на желтый квадрат. Если мы поставили multiply, то получился оранжевый. Темно-оранжевый. А если мы поставили soft light, то получился бледно-желтый. Потому что светлые части этих цветов перемещались. А в первом случае темные части этих цветов. Как-то так. На самом деле, это вот тот случай, про blend modes. Я тоже записывал ролик на канал к нам. Это все какие-то 15-й год, наверное, был. И, соответственно, это тот случай, когда на практике понятнее, чем когда спецификацию читаешь. Когда ты просто взял и на каком-нибудь условном CodePen 6 штучек попробовал поменять и посмотреть, как будет, это вместо тысячи слов. Он здесь, кстати, сразу нам показывает, что он же сам начально вот эти постеры с мини-куперами это показал не случайно. Он на их примере нам и показывает, что он делает. Вот. И он показывает, что здесь вот эти абстракции желтых кругляшков, квадратиков и так далее, он между собой наложил как раз blend-модами. Ну и, соответственно, вон медалька снизу тоже как раз сделана с помощью opacity, а текста сделаны с помощью RGB-ашных каких-то моментов. То есть он все те штуки, которым нас учит, он на практике тут применил. Вот. В Edge опять же не поддерживаются blend-режимы, к сожалению. Ну ладно, мы ждем Edge, так сказать, обновленного, поэтому видимо он тоже. Да. Кстати, background blend mode это то, как два бэкграунда накладываются, а mix blend mode это как контент накладывается с бэкграундом. Ну то есть mix blend mode можно к тексту применить, а бэкграунд blend mode можно применить непосредственно к картинкам. Вот. То есть mix blend mode это как текст на фоне картинок, а бэкграунд blend mode как две картинки между собой. Вот. Как-то так. Два контейнера. Окей. Вот. Кстати, когда я говорил про opacity, важно помнить, что когда ты накладываешь opacity на какой-то div, все его children, даже если внутри divа 500 параграфов, которым в каждом div, на них тоже opacity накинется. И opacity увеличивается. То есть если ты на родителя накинул opacity 0.7, а внутри него еще на какого-то children накинул opacity 0.1, то у тебя, я не помню, по какой-то формуле будет типа там 0.2. Ну там надо один умножить на другой. 0.7 умножить на 0.1. И вот такой результат будет у children. Вот. Это важно сказать. Причем он об этом не говорит, я просто сам крутой. Я об этом решил сказать вам. Вот. Ну он тут говорит, что он накидывает hard light на картинку и на текста накладывает mix blend mode difference. Ну и у него офигенно все выглядит. То есть он прям упивается тем, как красиво он делает эти постеры всего лишь CSS. Ну и надо отдать должное. Получилось стильно. И везде. Четвертое это CSS гриды. А именно то, что CSS гриды могут тоже накладываться друг на друга. И он вспом... Ну то есть опять же, как мы делаем нескучный flat design. Напоминаю, у нас такой subject. И четвертое как раз CSS гридами. То есть он взял и не абсолютным позиционированием раскинул все текста и все там картинки и так далее. Он сделал сетку, расчертил ее и сказал, что вот этот контент вот в этих сеточках, а этот в этих, а этот в тех. То есть он сначала ее поделил на три поровну. Вот. Потом указал, что аппараграф занимает здесь одну, тут минус одну, здесь одну, здесь треть, ну и так далее. То есть в общем и в целом он раскидал весь контент по этим ячейкам. Вот. И даже сделал грид в гриде. То есть у него общий грид есть. И у фигуры, которая figure, у нее еще отдельный грид внутри. Он сделал это для того, чтобы машинку чуть-чуть увеличить. Вот. Поэтому молодец. Это... Вот это, кстати... Это, я считаю... Я не буду говорить громкое слово талант. Я буду говорить чувство вкуса. Вот разница между левым и правым. Вот когда ты слева, все как будто сделано по, знаешь, по методичке по какой-то. Вот просто в шахматном таком порядке, как будто, знаешь, в армии квадратные там газоны и так далее. А вот тут, где увеличенная тачка уже, она там чуть-чуть залазит на все подряд и так далее. Вот это уже офигенно. Вот это уже со вкусом как-то и интересненько и вообще. Вот. Поэтому не знаю. Даже как-то вот и хорошо, что есть такие люди, которые так делают. Там еще квадраты, обрати внимание, белые вылезли. Да, да. Ну и последнее, это пятое, это Z-индекс. Он нам рассказывает о том, что такое Z-индекс. Работает только с position relative, position absolute. Это мы и так знали. Он, кстати, здесь он мне рассказал о том, что, опять же, когда ты делаешь Z-индекс у родителя, а потом Z-индекс у children, у родителя Z-индекс априори в 10 раз больше, чем у children. То есть, если у родителя Z-индекс 1, а у children 2, то по факту children все равно будет ниже, потому что родительский Z-индекс – это не 1, а 10. Грубо говоря, то, что он родительский контейнер, умножает на 10 Z-индекс для него. И children нужно сделать 12, чтобы быть выше родителя. Именно поэтому кто-то там делал Z-индекс 9999, чтобы точно быть больше, чем родители. Ну, видимо, делал 2-3 и не помогало, а потом 9999 делаешь и суперклассно работает. Да, на самом деле я видел CSS-ные проекты, ну, точнее, просто проекты, в которых именно было правильно посчитано, и у кого-то было 10, у кого-то 101, потом 1002. Ну, то есть, там именно правильно посчитано, и были выбраны именно те Z-индексы, которые… В зависимости от родителей. Да, самый первый Z-индекс, который реально больше. Не просто 9999, а у последующего 99999, а все-таки именно, ну, более с умом. Так вот, в CSS-гридах Z-индекс, он тоже работает, и на полном серьезе можно тоже их приподнимать, на какой накладывается. То есть, если вдруг тачка перекрывает текст, чтобы ничего страшного, чтобы она все-таки его и дальше перекрывала. Для этого используется Z-индекс. Отсюда и, собственно, заголовок «that's not that, baby, that's not that». Причем вся эта статья не то, что об этом, а именно ему просто понравилась эта тема, и он ее сделал заголовком. Просто Z-индекс – это всегда была достаточно маргинальная штуковина, ей очень редко пользовались, а еще реже ей пользовались по назначению, по существу. И вот пользоваться ей уже в новой спецификации CSS-гридов по назначению – это вообще верх искусства. Это как, знаешь, знать, что есть какое-то там вот рыбофугу, которую если там на 2 минуты дольше сваришь или пережаришь, то она в яд превращается. И если на 2 минуты меньше пережаришь, то тоже она в яд превращается. И вот умение ее приготовить – вот это супермастерство. Вот также использование Z-индекса в CSS-гридах – это супермастерство. Ну да, согласен. Тоже тут от Z-индексов можно либо умереть, либо умереть, опять же. Вот, да. Ну, слушай, твое мнение теперь меня интересует. Я тебе скажу просто, что мне понравилось чисто визуально, чисто какое решение классное. Из этих вот, получается, четырех. Мне нравится банальщина. Мне нравится банальщина, хотя я вижу, что блендинг – это крутая тема. Но мне нравится и первый пункт, и второй. Мне вообще второй больше всего нравится. Это чисто по-простому, но от души. Ну, особенно если вспомнить, что opacity – это одно из свойств, которое на полном серьезе хардварно оптимизировано при анимациях, то его действительно много используют и хорошо используют. Так что хороший выбор, я тебе скажу. Знаешь, как в ресторане. Ты заказываешь любое блюдо, и тебе официально говорят, тут, кстати, хороший выбор. Вот именно это прям классно. Причем в скобочках все хорошее выбор. Вот, вот, вот. А ты мне скажи, какое тебе… Точнее, из пяти, если за ты индексом считать. Ну, давай. Я понимаю, что я у тебя отобрал, возможно, твой вариант. Да нет, кстати. Я вообще про свой вариант не особо думаю. И вообще, мы с тобой уже часто, у нас подкаст по конве, то есть у нас есть несколько пунктов, мы всегда спрашиваем в конце друг друга, какой твой любимый. И я вот сегодня что-то даже не ожидал этого, как-то я не просчитал. Ну, блин, blend mode – это все бы выбрали blend mode. Это как 10 из 10 ведьмаку поставить. Слушайте, наш пришел, мы там это обсуждали. Вот это также выбрать blend mode. Ну, типа все бы это выбрали, наверное, кто хочет быть cool kids'ом. Ну да, это cool kids'ная тема, на самом деле. Вот, поэтому я просто CSS гриды расскажу. Просто сам факт того, что мы классно что-то располагаем, и это интересно с помощью CSS гридов, это прикольно. Я не помню, я тебе рассказывал или нет, но у нас на проекте один из моих коллег, две кнопки, которые в ряду есть. Их можно было тупо флексбоксом расположить. Ты рассказывал, да. Можно сделать CSS гридами. Почему бы и нет? Подумаешь, две кнопки, одна за другой, ну и одну убираю, и хоп, и остается пустота. Я думаю, как так? Залезаю в сурсы, а там CSS гриды. Я его потом спросил, типа, а зачем? Он говорит, ну как бы просто хотелось потренироваться, интересно, прикольно. И вот тут как раз, да, интересно, прикольно. Поэтому CSS гриды мой выбор, мой вариант. Отлично. Хороший выбор, опять же, как блюдо. Дальше у нас, кстати, тоже будет в следующей новости список, причем чуть побольше, чем в этой новости. Потому что следующая новость, да, это 100 гаджетов этого десятилетия от The Verge. Здесь называются просто гаджеты этой декады, но вот их 100, если что. Если вы не знали, причем я больше тебе скажу, эта сотка-то она топ. То есть здесь зависимости от самого не очень интересного к самому очень интересному, к самому значимому, я бы сказал, за эту декаду. Объективно или нет? Слушай, я посмотрел, и достаточно первые места, они, ну, объективные. Окей, тогда пошел. Может быть, что-то у тебя сомнение вызовет, что-то, может быть, тебе захочется докинуть в эту сотку. Хотя, казалось бы, тут уже все. Но в целом, здесь, кстати, не обязательно именно девайс конкретно называется. Иногда целая линейка девайсов так называется. То есть что-то вышла, какая-то линейка определенных девайсов, и вот это был прорыв своего рода. Здесь есть даже всякие, не то чтобы девайсы, но мы посмотрим. Сотка. Мы не будем останавливаться на всех ста. Конечно, конечно, мы не будем. Просто посмотрим, какие-то, знаешь, такие знаки. Вот, например, сотый вариант, сотый, который Google Glass 2013 года. Просто потому, что они сотые, я хочу про них сказать, что Google Glass, про них сейчас уже не слышно. Хотя тогда было, я помню, о, Google Glass, ни хрена, вау. Там же дополненная реальность, будешь идти смотреть, видеть все там чеково. Где они, 2013 год? Шесть лет прошло, нигде. Google Glass нет. Это сотое место, если что. И вот оно не зря сотое. Оно вот как сотое, так и двухсотое. Что еще, например, можно сказать? Девяносто четвертое место. Девяносто четвертое место. Fake RAM with glowing lights. В 2018 году был, видимо, повальный повал на китайскую оперативку с подсветочкой. Ты как вообще относишься к китайской оперативке? В нашем игровом компьютере как раз такая, поэтому строго положительно, но я действительно, дальше девяносто четвертое место я бы не это. Не стал довольно? Да. Ну хорошо, пойдем дальше. Nokia Lumia, например, девяносто второе место, 2013 года. Я помню, кстати, это было-было-было. То есть все такие, вау, нихрена, там еще метро-стиль. Все уэкали. Но дальше уэканье не пошло. Опять же. Ну подожди, но здесь же не все мертвое, я так понимаю. Да нет, не все мертвое. Например, Kinect на девяносто... На девяносто месте. В 2010 год. Кстати, 91-й вот этот фен. Вот. Я-то его видел прям. Дайсоновский, да? Да-да-да-да-да. И учитывая, что у них реально сушилки для рук офигенские у Дайсона. Вроде как и пылесосы. Возможно, и пылесосы. Да-да-да. То есть они что-то могут. Ну вот, девяностое место Microsoft Kinect, если кто-то помнит такую технологию, под которой можно было танцевать, такую хреновину ставишь и танцуешь. Между прочим, закрылась. Закрылась она, и в 2017-м она еще... В 2017-м она умерла. Можно забыть про нее. Что еще? Давай пойдем дальше. Восемнадцать восьмое место просто ради того, что оно восемнадцать восьмое. Да. BB-8. Это такая хреновина. Гаджет именно продается в форме робота из «Звездных войн», который что-то там может. Можно на него контролировать. Он там тебе перепикивает, попикивает, попискивает. Можно с ним играться. Фиджет спиннер, восемнадцать седьмое место, 2017-й год. Не знаю, как это вообще можно к девайсам относить, но допустим. Хорошо. Ну, кстати, да, они тоже, они были везде, и сейчас они нигде. Да, да. Такое чувство, что мертвые. В восемнадцать пятое битспил, то есть вот эти вот те самые колонки битсовские, которые выглядят как пилюля, они сейчас где-то есть. Я думаю, что они используются. То есть, в принципе, эта линейка колонок, она все еще жива. Не столько битсов, сколько вот эти вот блютузные колонки, переносные, они работают и все еще есть, как мне кажется. Хоть это и 2000-е. Хоть их полно. Причем, как именно летом, много молодежь, а я буду это говорить, молодежь. Молодежь на велосипедах едут. Как бумбоксы раньше на плечах носили. Вот так же все эти джибелевские колонки. Согласен. 83-е место – Nintendo 3DS. Почему я сейчас сказал? Потому что дальше будет продолжение этой линейки. Вот. Ситибайки мы не рассматриваем, но велосипеды и велосипеды, как бы нам не очень это интересно. Нам интересно дальше достаточно ниже. Достаточно ниже. Ну, допустим, 75-е место. Boston Dynamics роботы, которые все пинают. Почему-то это 2019-го года. Видимо, Boston Dynamics Spot именно 2019-го. Потому что технология – это старая. Какая-то штука. Вот. Хайповая хреновина была. 74-е место – прикольно. Вот этот термопот, который у меня есть на даче. Валяется, короче. Вот. Ну, как-то… Ты как вообще к термопотам относишься? Я когда-то маме такой подарил. Типа на мероприятие. Ну, в смысле, когда к ним приходит много гостей, с термопотом вроде как удобнее, чем с обычным электрочайником. Ну, и тем более, чем с газовым чайником, да? Ну, да. Вот. Поэтому я… А используются вообще как? Да. Именно каждую большую… То есть, жива технология. Используется, да. Технология жива. Но, опять же, в тот момент… Знаешь, это как вот был момент, когда мультиварки дохрена рекламировали. Вот реально везде были вот эти… Я не буду бренд называть на букву «Р». Везде были эти мультиварки. Вот. И, соответственно, вот термопоты в тот момент тоже как-то… Их было много. Во всех Eldorado, Nvidia… Они даже выглядят как мультиварки. Да, согласен. Они даже выглядят как мультиварки. Видимо, им корпусы делали все на одном заводе китайском. И который еще много в рекламу вбухивал и того, и другого. Да. Ну, интересно. Интересно. Мне нравится, что это все еще живая технология. Вот, например, 72-ое место ховерборд. Я бы не сказал, что живая, хотя вроде летом катаются что-то чуть-чуть. Но 2016-го года ховерборда, сейчас это уже не модно. Сейчас это уже как-то… Прям как-то по-бумерски, по-миллениалски. Да, да. У меня те же эмоции. Тоже кажется, что уже не модно. Не очень. 70-ое место все еще модно. Вебкам ковер. А? Такая хреновина, которая прилипается к вашей вебке, и можно прям физически кавером вот этим вот закрывать. На шпингалет. Ты пользовался бы такой вообще, считаешь? Или ты не стесняешься? Слушай, чтобы ты понимал, мне сегодня пришла посылка от моей компании, в которой я работаю. И там, среди прочего, я могу тебе все перечислить. Там авторучка, потом кружка классическая, потом пауэрбэнк всего на 2000 мАч. Угу. Вот. Потом… Что-то там еще было одно. А, открытка, стикеры и вебкам ковер. И вебкам ковер. Угу. То есть… И она причем прикольная. Она, во-первых, маленькая и прикольная. То есть… И ты приклеил. Нет, я еще не приклеил, не распаковывал. Просто если она будет хоть сколько-нибудь толстая, у меня из-за нее не будет закрываться ноутбук. Вообще мне вебкам ковер в ноутбуке не надобится реально никогда. Поэтому я бы заклеил на изичах. И ничего бы не потерял от этого. Вот. Но если от нее не будет закрываться ноутбук, то я ее отдам Алине, она будет нашу вебку заклеивать просто. И все, когда она сама сидит за компьютером. Ну, как вариант, кстати. Хорошо. Мне понравился твой ответ. Я практически как на экзамене. Вот 69-й номер для тебя, билетик. Это лампочка. Во-первых, он 69-й. Во-вторых, он 69-й. А во-вторых, это лампочка Ильича, только от Икеи. Шведского Ильича. Угу. Вот. Ну, как вообще LED-лампочки живы? Ну, здесь, видишь, еще указано, что это тот момент в 2012-м, когда они анонсировали, что начиная с 2016-го года будут только диодные в Икеи продаваться. И реально, сейчас в Икеи только диодные можно купить. Ну, да. И это, возможно, явилось в том числе общим таким... Ну, это как, знаешь, когда Apple сказали, что флеш-плеер все, он реально все шнулся. Вот так же здесь, в тот момент, когда... Икея сделала лампочку такую. Да, анонсировал, что так будет, то, в общем, все подтянулись. Вот. Поэтому это топ. Вот. Я бы, опять же, не знал, не знаю, насколько это гаджет. Вот. Я бы, скорее, сюда добавил именно умные вот эти RGB-шные, LGBT-шные лампочки, которым по Wi-Fi цепляешься и можешь там регулировать. Или хотя бы, ладно, по Wi-Fi, это уже новая версия, а пультиком. Знаешь, вот эти с пультиком светильники RGB-шные, где ты можешь их и диммировать, плюс-минус делать, и еще и все цвета у них менять там, и все такое. Ну, как на гирлянде китайской. Да, да, да. Вот это скорее гаджет, чем вот эта хрень. Тут я ничего особо гаджетного не вижу. Вот так, да. Ну, тогда 68-ое мы не будем рассматривать, раз ты в лампочке даже гаджетного не видишь. А перейдем к 67-ому месту. И это MacBook Pro с Touch Bar 2016 года был прорыв, когда они сделали Touch Bar на MacBook. Ну, в принципе, в целом, да, действительно, мне кажется, это веха. Веха, но я не понимаю, почему всего 67-й? А, почему 67-й? Ну, дальше будет, там посерьезнее будут места. Например, как 66-ое, Blue Yeti Nano 2018 года. Маленький микрофончик, то есть и так были до этого Blue Yeti, но в 2018-м они сделали Nano Blue Yeti прям для микроподкастеров. Да, я понял. Если ты очень маленький подкастер, подкастеренок, то бери Nano. Samsung Galaxy Note 7 мы не будем, но это для Android-пацанов. Они наверняка балдели там в своем 2016-м году. Был прорыв-прорывыч. А мы скажем про Microsoft Xbox One. 61-ое место 2013 года. Вышел после 360-го Xbox One. И кто-то даже очень сильно обрадовался этому. Например, я обрадовался тому, что... А ничему. Я хотел сказать, что там геймпад стал лучше, а он стал там не не лучше. Он там стал. Ну, он там как бы... Ну, такой же остался, по сути. Он остался такой же. Мне все равно 360-го больше нравится. У него меньше каких-то острых углов. И, ну, да. Конечно. Смотри, Kinect. Ну, то есть, там, где Xbox One, там вот верхняя хрень, это как раз Kinect. И смотри, именно Xbox One-ный Kinect. То есть, его все-таки переиздавали под Xbox One. Ну, хотели, да, что-то еще деньги заработать. Вот. Но, да, как мы уже узнали, не это. Не взлетело. Да. За то, что взлетело, это 58-й номер. Селфи-стик. Селфи-палка. 2014 год. Кто-то догадался придумать вот просто селфи-палку. И она, мне кажется, все еще популярна у туристов, по крайней мере. Хотя это и у блогеров тоже. И, в принципе, селфи-палка – это как девайс полезен оказался. Особенно, если ты хочешь снять побольше места, а с руки это сложно сделать. Да. Селфи-стик. Я согласен полностью, что это прям реально гаджет. Это прикольно. Ну, это гаджет. А вот такой гаджет на 57-м месте. 33,5-миллиметровый адаптер для наушничков. Как тебе? В 2016 году вышел. Тот самый момент, опять же, когда одна технология отменилась одной большой компанией. И нахрен послали, между прочим, в телефонах Apple разъем 33,5-миллиметровый. И вот он, вот он адаптер. Как девайс. Почему нет? Ну, слушай, у меня в сумочке такой лежит всегда. Что в моей сумочке? Вот у меня в сумочке он всегда есть. На всякий случай. Ну, ладно. А если у тебя в сумочке 55-е место? Это USB-C-хаб. Вообще пользуешься такой хреновиной? Мне кажется, это удобно, если тебе далеко тянуться до портов и такую хреновину прокинуть себе на столе. Если ты много всего постоянно в USB засовываешь. Обрати внимание, USB-C-хаб. USB-C. То есть он появился тогда, когда они с 15-го года в мэкбуках оставили только USB-C-шные порты. То есть здесь именно упор не просто на USB-хаб, а еще на USB-C-хаб. Соответственно, у меня нету мэкбука, в котором только USB-C. Ты сейчас должен слезку проявить. Пока. Уже, знаешь, успокаивать себя. Вот. Поэтому мне именно такой не нужен. Но, в общем и в целом, я как бенчмаркач и как любитель, в принципе, ну, всякого такого, я, в общем и в целом, считаю, что они урезают скорость. И это как бы, ну, это правда. Вот. То есть эта вся хреновина, она не true. Она как с презервативом, я понял. Вот, 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 вот. Это типа не true. Хотя, знаешь, он же тебе говорит. Вот тот монитор, который сейчас... Хотя иногда и с презервативом нормально было. Не, я не это имел в виду. Хотя, да, наверное. Этот монитор, который я сейчас использую, в нем внутри хаб USB-шный. Я же тебе показывал. Ну, да. Вот. И он именно в компьютер втыкается USB-B. USB-3.0-B. То есть он не просто B, как у принтера, куб. А там куб с надстроечкой такой. Ну, кажется, мы с тобой... Куб Харадрика, да. Вот. И вот у него пропускная способность достаточно большая. И, соответственно, в самом Монике остается два порта USB-A-ных, 3.0-ных. Но понятно, что если ты в оба воткнешь две скоростные флешки или две SSD-шки в кейсах, одновременно они обе не выдадут максимальную скорость, которую выдали бы по одной. Потому что пропускной способности не хватит. Вот. Сразу на два. Но хотя бы оно все равно, ну, хотя бы оно все равно 3.0-ное, полноценное 3.0-ное. А вот чтобы именно 3.0-ный офигенский хаб найти, хаб это, в принципе, такой USB-шный хаб, я имею в виду. Это, в принципе, такое драковское говно, которое надо на Алиэкспрессе заказать за 5 рублей. А именно хороший 3.0-ный хаб это какое-то что-то... Это оксюмарон. Это, да, это странно. Тем более это вот хреновина будет валяться у тебя постоянно, болтаться. Она же как-то, ну, не очень, да, выглядит устойчиво. Вот именно. Это, опять же, прежде... Ну, кроме хаба тебе еще удлинитель нужен, чтобы этот хаб уже через удлинитель зацепить в системник, который на полу лежит. Есть с длинными, кстати, проводами хаба. А, ну, окей. Просто потому что, если еще и через переходник, еще переходник тебе скорость урежет. Урежет, то есть в двух презервативах. Это прям вообще уже не те ощущения. Соглашусь с тобой. Пойдем к 54-му месту просто ради нас. GoPro Hero 8. Ух ты. В 2019 году почему-то именно восьмую выделяют GoPro. Не знаю, видимо, прорыв-прорывыч, а мы и не знали. Мы-то с пятой GoPro Hero 5. У нас пятая, да. Может, восьмой хоть сделали с звук нормально? Нет, я слышал с восьмой звук, он такой же. Здесь сказано, что нижние вот эти штучки металлические, они вмонтированы в саму GoPro. То есть не надо ее в кейс вокруг оборачивать, чтобы ее цепануть куда-нибудь там к селфи-палке или к чему-то еще. То есть вот эти ушки, ухватики, они вмонтированы в GoPro, и они металлические, типа прочные и классные. Видимо, в этом дело. Я не сомневаюсь, потому что GoPro-то как раз делается, именно экстерьер GoPro-шки делается очень качественно и круто, в отличие от звука, я имею в виду. Так-то GoPro-шка сделана очень классно. Поэтому то, что они там что-то добавляют, наворачивают, это только плюс для нее. А вот Toyota Camry 52, надо ли что-то про нее сказать? Тут написано, что это машина твоих родителей. Я подожди, я скажу последнее про GoPro. В чем суть? Я за последними двумя, если за шестой я еще следил, то за седьмой и за восьмой я уже не следил, поэтому у меня реально это врасплох застряло. Почему не следил? Просто чтобы не грустить. Где-то грустит один Саня, когда вы находит новую GoPro. Они еще ее пуляют каждый год. Да, она же каждый год, она как iPhone каждый год выходит, и там реально, ой, блин. Тут восьмерочка еще, чтобы ты понимал, тоже выгравили, она прям объемная на самой GoPro, и сам символ GoPro. Да. То есть она уже прям как кевларовая практически. Вот интересно, интересно на нее взглянуть. Тем не менее, они считают это прорывом. Может быть, это просто реклама. Да просто смотри, 15 лет GoPro-шки были с ухватами в кейсе, и это первое, у которой оно вмонтировано. Ну да. Соглашусь, соглашусь, ладно. То есть они только поэтому говорят, что это топ. Да, ну вот 52-я Toyota Camry, в принципе, про нее что говорить? Ну, Toyota Camry, Toyota Camry, хотя это, кстати, Toyota Camry не сказано даже какого года, просто. Как факт, видимо. Не очень продумано. А вот 51-я Oculus Rift, амазоновские, простите, фейсбучные очки 2016 года, как-то они тоже что-то пукнули, пикнули, пукнули, что-то там. В общем, короче, ладно. Google Pixel нас особо не интересует, это для Android пацанов. 49-е место Apple iPad на 49-м месте, то есть iPad самый первый, который вышел в 2010-м году, между прочим. Да, который еще Стивыч показал. Да, 49-е место. Не знаю, видимо, не очень как-то они придают значение именно Apple iPad первому. Посмотрим, что дальше будет. Что нас еще заинтересует здесь. Здесь я немножко вниз опущусь, не буду даже останавливаться на браслетах всяких. Допустим, застал ли ты повальную моду на Xiaomi эти скутеры, как здесь написано, ну то есть на электрический самокат? Как-то прозвенело у тебя где-нибудь? Даже не о Xiaomi, а просто на электрический самокат? На электрический самокат и да, я их в этом году реально много стал видеть, и в этом году же мне... Перестал видеть. Смешно. Мне Алина про них говорила, что типа, блин, наверное, прикольно. Хорошо. Ну, да, я тоже вроде видал, и у нас вот общий с тобой, так скажем, кореш в Сочи, который он любитель этого. Он, кстати, не хватило ему денег на Xiaomi. Ему не хватило на что-то денег, звучит как будто мы про другого человека, но ладно. Он гонял еще на более какой-то китайской подделке, так что, по-моему, даже он ее продал потом на Авито. Так что, видимо, закончилась эпоха в тот момент, когда он на Авито ее продал. 42 место. NVIDIA GeForce GTX 1070. Почему-то именно 1070 выделяют видяшку у NVIDIA 2016 года. У нас, кстати, 1080 Ti. Ну, знаешь, что ты мне должен сказать? А она на 38-м месте, как бы просто. А, кстати, ее не будет, нет, ее не будет. Вот 1070, она крепкая, она очень сбалансирована хорошо. То есть, она прям вот топ по цене и качеству, да. Ну, хорошо. А вот MacBook Pro на 41-м месте 2015-го года. А MacBook Pro разве в 2015-м вышел? Тут, опять же, именно MacBook 2015-го года они рассматривают. Но он же Pro был раньше, правильно? То есть, я ничего не буду. Pro всегда был. Ну, не всегда, там, я не знаю, в какой-то момент. Но именно тут удалили кучу портов. Типа картридеры, HDMI, USB-щик обычных и так далее. То есть, в 2015-м это был тот самый момент, когда это, как сказать, большой отказ от портов произошел. Как-то так. Ну, ладно, хорошо. Где еще большой отказ от портов произошел? Так это в 35-м месте Apple iPhone X. То есть, 10. Apple iPhone X 2017-го года. Блин, ты пропустил 38-й пункт. Sony Nex 3. Блин. Они вышли и Nex 3, и Nex 5 в 2010-м году. И это как раз было, это первые, это не зеркалки, а первые фотики, именно мыльницы со сменными объективами. Ё-моё. То есть, можно накрутить на такую френовину? Когда ты не хочешь сильно запариваться с зеркалкой, потому что на нее надо уметь фоткать. Но хочешь, чтобы, да, чтобы у тебя был зум 40-кратный. Тогда Apple iPhone X просто покупаешь. И тебе хорошо, мне кажется. Там тоже зум 40-кратный. Да это смешно. Здесь объектив размером с iPhone X. Ну, то есть, я просто к тому, что был момент, когда мы с батей покупали ему фотик. Это, кстати, был девятый год. И потом вышло вот это, и мы немножечко локти кусали. Вы посыпали голову. Да-да-да-да-да-да-да. И я помню, мы в тот момент пришли в оранжевый магазин, и какой-то чувак такой, ой, типа, мужики, вы что выбираете камеру? Мы такие, да-да-да, вот смотрим. Такой, ой, вы что, типа? А мы именно как раз мыльницы. Вот это вообще не фотоаппараты. То есть, я, типа, про это я даже ничего сказать не могу. Это просто кал. И все, и ушел. Ну, достойная история. Мне понравилось, кстати. Жизненно. Жизненно. Жиза. Идем дальше. Но все-таки, Apple iPhone X, как ты считаешь? Прорыв, не прорыв? Там, во-первых, появилась великолепная... Челка. Да. Да и вообще там перестало... Какие-то кнопки какие-либо вообще... Что такое Apple iPhone X? Это же, ну... Да, это отсутствие хом-баттона. Да. Ты бы хотел себе, кстати, сейчас вот десяточку, если бы тебе сказали, чувак, нам... Нет. Вообще никак. Во-первых, у нее реально дерьмовый OLED-экран. То есть, из OLED-ов в XS они его сильно доработали. Вот. Во-вторых, там какая-то проблема с батареей. Сегодня только вышла статья на Apple Insider о том, что именно у X-ок уже у всех сейчас почти севшие батареи. Короче, это по всем параметрам дерьмо. Ладно. Значит, можно называть уже умершие технологии. Они продают еще официально 10? Мне кажется, нет. 10 дропнули. Именно это, кстати, всех насторожило. Их реально... Вот они вышли, и через год, как вышел XS, их сразу дропнули и забыли про них вообще. Вот понятно. Все уже. Одним словом. Дропнули и дропнули. Но прорывом был. То есть, это действительно... Это очень большой шаг. Во-первых, А. Челка. Б. Два. Face ID. Три. Это отсутствие хомбаттона. Хомбаттон. И четыре. OLED. Это прям прорыв-прорывыч. Но, как и всякий прорыв, обосрамшись. С подливой поддаль. Пук. В итоге пук. Три второе место. Просто для задротов хочу сказать, что это Raspberry Pi. Raspberry Pi 2012 года. Вот эта вот железка, на которую могут все накрутить. Если ты спросишь человека, который любит Raspberry Pi, он тебе скажет, я с помощью Raspberry Pi себе и драчу, и жопу щекочу. Согласен, да. Одним одно, вторым другое. Вы же такой широкий спектр, так сказать, ну... Диапазон вообще возможностей на Raspberry Pi. Все можно сделать. Это те люди айфоны иксы собирают, я уверен, наверное. Все можно сделать там. Согласен, да. Да. Это был прорывыч. Пойдем дальше. Чуть-чуть снизимся. Tesla Model 3 нас не очень интересует. Тем более, что дальше будет еще и другая Tesla. Там будет Model S наверняка, да. Конечно, конечно. Двадцать седьмое место. Остановимся ради нас с тобой. Apple iPhone 6+. А? Как тебе был прорывыч? Это был первый лопатафон, да. Да? Да, четырнадцатый год. Четырнадцатый год был первый лопатафон. И даже не знаю, как я вот сейчас к нему отнесусь. Я бы не стал. Ну, во-первых, у меня семерка, как минимум. Да, это смешно. Шесть плюс – это немножко страшно. Тем более, что шесть плюс, по-моему, уже то ли iOS-еньки не обновляет. Да. То ли что-то такое. То есть, они уже... И последние Apple Watch'и с ним не работают. Ой. Ну, это... Сирия С5, которая... Представляешь, ты купил себе последние Apple Watch'и, но у тебя Apple iPhone 6+. Хотя, я в такое верю, на самом деле. Почему нет? Ну, ты не будешь их использовать. Чё? Не будешь купить X хотя бы. Apple iPhone X прорывыч. Да. А вот как тебе прорывыч? Это кабель, который постоянно рвётся, Lightning. Я ниже, да. Двадцатого года. Две тысячи двенадцатого года. Я думал, он всегда существовал с самого рождения. Но на самом деле до 2012 года были отвратительные, широкие, но олдскульные. Если про них вспомнить, может быть, слёзка пойдёт. Широкие вот эти вот кабеля. Тоже Lightning, тоже гнили. Слушай, не тоже Lightning, они просто... Ну, Lightning это называется. Да, да. Широкая хреновина, я имею в виду. Вот. С такой штукой. Они тоже гнили, потому что они тоже из перерабатываемой резины там состоят. Ну, как-то, знаешь, грустно. 2012 год. Сколько времени улетело-то? Угу. Вот. Ну, как? А дальше USB-C. 2015 год. Двадцать пятое место. Мы подбираемся уже, подбираемся к горяченькому. Мы уже практически каждый рассматриваем, потому что тут уже что ни... Тут пошло. Гаджет, то топ. Конечно. Ну, ладно. Есть у тебя что-то сказать про Lightning и USB-C, например? Ну, Lightning стал прорывом тем, что он двусторонний. Широкий-то он был односторонний. Да, да. Надо было думать, как втыкать. А Lightning уже как-то не втыкает, все не заряжается. Вот, да. Поэтому... Ну, USB-C, я считаю, это суперпрорывоч. Это просто везде сейчас. То есть, USB-C стандарт де-факто с 2015 года набрал обороты. И ты сейчас где вообще USB-C не найдешь-то? Только в твоем ноутбуке, мне. Блин, что ты не удержался. Реально орнул. Хорошо хоть дверь закрыта. Короче, зато PopSocket. 24 место. 2014 год. Ты используешь технологию PopSocket? У меня же отломался мой. Но мне Алина еще полтора месяца... Заказала 10. ...два назад заказала новый. Вот. Но я его все еще не делаю, потому что... PopSocket мешает, когда его в селфи-стик. Засовываешь телефон. Так. А мне... Хотя он уже мне и не нужен. Я же последние два обзора на GoPro снимал, и получилось лучше. Поэтому надену-ка я PopSocket завтра. Ты прав, да. Ну, все, все. Мне нравится технология, она офигенная. Хорошо. Сильно долго не будем задерживаться на технологии DJI Phantom. Это от DJI в 2013 выходили дроны. Видимо, какие-то очень крутые, потому что DJI... Они почти сейчас единоличные на рынке дронов. Так что они уделали даже GoPro-шный дрон, и GoPro дисконтинилило его. Поэтому это как бы, ну, топ. Ну да. Видимо, тогда все началось. Да, да, кстати. Потом несколько девайсов каких-то рекламных идет, мы их пропустим. Мне кажется, они не должны вообще быть на этих местах. Согласен, что-то кто-то занес. Да, Dell XPS 13 на 18-м месте. Вроде как должно быть что-то прорывочное. То есть, Windows ноутбук, ну, или не Windows ноутбук, но не MacBook. Dell XPS 13 2015. Я помню, про эти XPS все говорили, все хотели. Тем более, что это... Ну, это типа бизнес-ноутбуки, они одни из первых безрамочных. Да, да. Ну, и тут написано, что это клон MacBook Air. Ну, не знаю, не знаю. Ну, тем не менее. XPS, они и сейчас XPS. Начинался как клон, а в 15-м типа уделал MacBook, потому что стал безрамочным. Офигенский у него трекпад был. И он очень долго работал, от 7 до 8 часов. А учитывая то, что тогда на виндовых компьютерах это было прям крайне редко. Прорывоч. Да, и он и пишет, что даже в 2019-м это прям до сих пор хрену делаешь, виндовый такой лаптоп. Ну, то есть, XPS это до сих пор очень круто среди виндовых лаптопов. И, кстати, я полностью согласен с этим. Ты его даже когда берешь, ты видно, что это премиальная штука. Недавно просто как раз мы с коллегой моим такой смотрели. 18-го года или 17-го. Не 19-го. А сейчас они... Ну, 19-го тоже выходят. Да, с видос чего там. Они реально, они очень технологично выглядят. Классно. Классно. Хорошо, пойдем к 15-му месту. Дальше разрекламированный, потом 15-е место. Это отсылка к тому 80-му или 90-му месту. Nintendo Switch. Nintendo Switch 2017-го года. Дивайс в 2017-м уже вышел. Вроде казалось как-то недавно, а вот он... Технологично, технологично. Я считаю, что, во-первых, оно приятно сделано, как GoPro-шка, я тебе скажу. Я помню, ты же мне показывал. Да. Он такой классный. Несмотря на то, что у меня Joy-Con не розовый с голубым. У тебя черный, да? У меня серый, да. Да, серый с Diablo 3. С как бы лимиткой. Я люблю вот такое. Если такое уже брать, то надо лимитку брать. Потому что смысл обычный Switch брать, ну, типа, да. Но прикольно, что у меня там нарисовано, классно, все. Я, честно скажу, даже ни разу не играл на десктопном решении. Которое в HDMI, да? Втыкается. Да. Да, то есть это как бы... Ну, зачем? Если ты берешь Switch, играть. Тем более, если сейчас купить какого-нибудь Ведьмака, например, на картридже еще. Специально. Overwatch 2. Да, Overwatch 2, вот. И запускать это на компьютере, на мониторе, это немножко не очень. Надо играть все-таки на портативном. И я еще хочу отдельно отметить сами по себе Joy-Con. Я считаю, это технологический прорыв. Они классные. Там внутри всякое говно напихано. И ты можешь во всякие игры, которые это все поддерживают, типа Legend of Zelda, там практически ручное управление переключаешься, и ты там забрасываешь этими Joy-Con'ами всякие камни. То есть там внутри Joy-Con'а супер-гироскутеры, гироскопы и всякое дерьмо. Они продумали. Они продумали. Хотя я на самом деле DualShock от плойки бы тоже. Да и, ну нет, я, кстати, не могу сказать, что иксбоксовский, хотя сейчас, наверное, в иксбоксовском тоже сделали, но DualShock, он чем крут, плейстейшеновский, ну быстро остановлюсь, в нем, во-первых, есть динамики дополнительные. Есть ли в иксбоксовских гейкбадах динамики? В иксбоксовских точно есть место, куда гарнитуру втыкать. А динамика вполне нет. Гарнитуру, да. Там прям динамичек есть. И там есть, опять же, этот, с другой стороны, диодик разноцветный. И это, блин, улучшает вообще всю жизнь. А диодик, в смысле, подсвечивает тебе цвет того, что на экране происходит? Да, он тебе, там тебя бьют, например, в Ведьмаке, у тебя красненькое. Да, ты такой... А динамичек вообще круто. Кто использует вот эти технологии? Это в основном только кого Sony спонсируют, так скажем. Потому что почему-то эта технология никем не использует. Вот, например, если ты Ведьмак запустишь на плойке, у тебя этот динамичек вообще никогда не включится. А во всяких, вот, например, в Death Stranding у тебя эта динамичка только из него, например, орёт ребёночек. То есть, на него повешена отдельная дерьмо. Да, то есть, это всё. Ну и сам по себе геймпад, он может, как пушка в этом, когда стреляли по уткам, она понимает, во-первых, когда ты её трясёшь, когда ты её наклоняешь, она полностью знает. То есть, эти геймпады так же, как... Ну и в Switch'е Joy-Con'ы это всё тоже понимают. То есть, вообще, на самом деле, геймпады и Joy-Con'ы и всё вот это, это технологические хреновины вообще досвидос. Поэтому они стоят нормальных денег. Они по 5 тысяч там стоят, по 3 тысячи на скидках. То есть, это не просто какая-то дешёвая поделка. То есть, если ты купишь Genius'овский, извините меня, геймпад, ну, не получишь такого кайфа. Поэтому надо оригинальное покупать всегда. Либо Xbox'овское, соответственно, Switch'овское. Ну, и, да, и DualShock'и. Слушай, Кайф. Во-первых, на Switch'е, наверное, нету неоригинальных. Ну, конечно, да. Там не будет такого, да. А во-вторых, у Pro 4 и Slim'ки отличаются DualShock'и или нет? Нет, просто DualShock 4. Окей. Ну вот. Пойдём дальше. Пойдём дальше. Не будем остановиться на всяких различных нас неинтересующих технологиях. Кстати, вот двенадцатый пункт мне, тем не менее, по приколу показался. Потому что на полном серьёзе сейчас почти у всех производителей ТВ на пульте есть отдельная кнопка Netflix. Даже у российских локализаций. И оно открывается, оно открывает приложение Netflix, которое причём не русифицировано. Ну, как бы оно и понятно, потому что он не вышел официально в России. Но просто насколько это нелепо. Это как, знаешь, как будто всё ещё 92-й год, только начали завозить вот это всё. Не было никакой локализации, как бы, и так далее. Это, я думаю, не нелепо, это капитализм называется. Это отсутствие капитализма, понимаешь? Если бы это был капитализм, там бы кнопка Иви была, понимаешь? Они могут переплюнуть. Не могут, похоже, по бабкам производители. Ну, то есть, типа... А, ты, мне кажется, Netflix так сильно занёс Sony, что Sony не могут даже... Ну, понятно. Да-да-да, я думаю, что это проспонсированная кнопка. Ну, то, что очевидно, что проспонсированная. Я имею в виду, что... Я думал, это на усмотрение Sony, но, видимо, нет. Уже когда-то такое заносит, уже нет усмотрения никаких. Ну, вот, да. В 2011 году эту кнопку, кстати, сделали, и всё они могут выкручивать из пультов. 11-й. Apple iPad Air 2013 года. Как ты считаешь, 11-е место заслужено для Apple iPad'а? Да, почитаем, что они здесь именно... Как они выделяют Air? То, что он стал тоненьким, но при этом наваливал, как досвидос. Что Pages, Numbers и GarageBand. Как тебе такой вообще софт? Pages и Numbers нормальный, хороший софт? Ужас. Я... Это просто вот те годы, которые я им пользовался. Хотя, знаешь, вот это пользование мне назвать. Это какие-то странные потуги были, которые заканчивались тем, что я всё-таки... Я просто ничем на Book'е не пользовался. Вот. И потом я нормально Office for Mac поставил, вздохнул просто вот... До этого я не жил, а тут наконец-то пожил чуть-чуть. Ну и живу до сих пор. У меня даже Outlook for Mac десктопный теперь установлен. Там корпоративная почта. Поэтому, ну... Ну, смотри. Да. В принципе, наконец-то стал нормальным взрослым человеком состоятельным. Хорошо. Посмотрим. Там ещё будут Apple девайсы. Не переживайте. А, ну, слава богу. Я, кстати, в пришёл сегодня говорил, что не будет про Apple. Но они прокрались всё-таки к нам. Они, сука, вылезли даже вот здесь. Девятое место. Sony PlayStation 4 2013 года. Отмирающая технология. В 2020 году будет новый Sony PlayStation 5. Короче, что здесь просто хвалят эксклюзивы. Я бы не называл именно консоли ни Xbox, ни PlayStation. Хотя тогда это, наверное, прорывы были. Просто они умудряются каждый раз вот в эти коробки свои, что в Xbox, что в PlayStation, воткнуть такое железо, которое будет более-менее актуально по какой-то... На самом деле, если честно, актуально оно только из-за того, что игры под них замыливают. Так вот именно. Это же именно оно и устанавливает эти правила. Не то, что они такие... Они соответствуют правилам. Оно и устанавливает эти правила. Ну да. В отличие от PC гейминга, оно стандарт де-факто PlayStation 4. Поэтому мне вот это не очень нравится, что они именно это называют технологическим чем-то. Ну, просто это какая-то штука, в которой собрали хорошее железо за не очень дорого. Сказали, технологический прорыв, вот по мне, это DualShock все-таки. Ну, вообще, геймпады — это суперклассные девайсы, совместимые там со всем. Да и у Xbox можно было назвать геймпад. Он очень эргономически классный. Мне нравится. То есть вот это отдельный пункт, там просто геймпады бы сделали, и все. Ну, хорошо. Sony PlayStation 4 по значимости может быть, да, как ее покупали и так далее. Да, я не скажу, что это на втором месте после PS2, как самая продаваемая консоль ever. Ну, конечно, да. То есть все-таки по покупаемости, да, наверное, девятое место. Окей. Кстати, еще я хочу спросить. А вот на Xbox есть кнопка X, которая Xbox меню вызывает. А на DualShock есть кнопка Sony? Да, да. Ты удивишься, может быть, а может быть, не удивишься. Там есть маленькая, она чуть меньше. То есть на Xbox не скромно здоровая такая кнопка начинает светиться. Да, особенно на 360. На 360 она прям огромная была. На Wine уже поменьше. Вот, а на DualShock там маленькая такая, кругленькая, но через нее тоже вещи осуществляются. Нажимаешь ее, возвращаешься на главный экран PlayStation, собственно, на системы. Так что все то же самое, как и на Xbox. Окей, окей. Вот, окей, окей. Восемь. Хочется вспомнить, хочется вспомнить на восьмом месте сериал Elementor. Я считаю, сериал Elementor, он просто стоит на восьмом месте вот этих гаджетов. Да. Голосую полностью. Как бы мы не на первом, не будем как бы... На первом. Не будем глупить, вряд ли. Но на восьмом, да, наверное. Почему-то Surface, Microsoft Surface Pro 3, вот эта вот хреновина, которая в толчке в Elementor использовалась. Не знаю. Просто оставим это загадкой, почему это здесь, а не на восемьдесят четвертом месте, например, каком-нибудь. Ну, хорошо. Потому что он такой же тонкий, как Air, а вполне может заменить ноутбук. Я так понимаю. Ну, может быть, но где они сейчас, эти Surface? Я не вижу людей с Surface. Еще с iPad'ами, может быть, вижу. Ну, да. А это как-то, ну, умершая технология. Пук. Бёрднули с подливой. Apple Watch Series 3, например, 2017 года на седьмом месте. Как тебе? Часы. Часики. Тикают? Часики тикают? Я просто пытаюсь понять, а почему именно Series 3? Они как бы вообще не являются топом. Они, видимо, были уже наконец-то доделаны. То есть, первые Series. Хотя, да, хотя даже сейчас вот эти вот статьи, на Apple Insider есть такая статья, какие Apple Watch сейчас выбрать? И знаешь, она нацелена прям явно не на тех людей, которые, а на все мне пятых Apple Watch, короче, три штуки, а которые именно жмутся, и они описывают, почему до сих пор Series 3, это по соотношению цена, нет смысла типа переплачивать, переплачивать за Series 4, Series 5 до сих пор. Это какое-то лукавство. Мне кажется, всегда есть смысл переплачивать за новую, как минимум потому, что она будет дольше поддерживаться. Это тупо инвестиционно более разумно. Вот именно. Вот. Но на полном счете Series 3 в два раза дешевле, чем Series 5, а по функционалу вообще не в два раза меньше у него функций, поэтому я в общем-то понимаю. И работает с 6+. Ну, кстати, да. Шестые места – это Apple AirPods 2016 года. Первые AirPods. Ну, прорыв-прорывыч. Блютузные наушники от Apple. Ё-моё. Все столицы ходят с белой писькой. Это, ну. А так после этого только и появилась это, появилась куча у всех производителей именно разных таких блютузных наушников, которые тоже там. Короче, Apple здесь по-прежнему продолжает задавать тон очень сильно. Я не сомневался в них. А вот в пятом месте я засомневаюсь. Потому что проплаченная, мне кажется, Tesla Model S. Хотя, ну, если мы учитываем то, что не в России, а где-нибудь, наверняка на этих Tesla гоняют. Скорее всего, в Силиконовой долине там все на Tesla Model S какой-то гоняют. Поэтому тут, наверное, прорывыч в каком-то смысле. Да и вообще это прорывыч, потому что её там запускали в космос. У нас не факт, что это именно эту Model, но, типа, тем более это, ну, самый, наверное, популярный electric car. И вообще Илон Маск за счёт Tesla Model S, ну, да, наверное. Наверное, это какое-то имеет место. Не знаю уж, пятое или не пятое. Ну, окей. Ну, это пятое место по пуковости, опять же. По пуковости? Согласен. Хотя по пуковости, может, и первое. После кибертрака. Второе, второе. Ну, да, пукнули так, подлива имеется. На пятое место наподлили. Четвёртое место Samsung Galaxy S6 не с хрена проплачены. Хотя, конечно, среди андроиды чей? Наверное, S6 прорыв в прорывыч. Поэтому здесь мы с тобой не можем ничего сказать. Но, тем не менее, Samsung Galaxy S6 2015 года. Третье место. Третье место. Apple MacBook Air 2013 года. Ты как к Air, особенно 2013-го, относишься? К Air это говно. Я пользовался парочкой. Вот в руки попадало от нашего, так сказать, общего знакомого. Вот. Они медленные. Они вот только в ВК сидят, и то не с хрома. Они реально, они двухъядерные прям все. То есть, вот нынешние Air есть четырёхъядерные, по-моему, 19-го года или типа того. А то, что он там чуть-чуть тоньше, он реально тоньше, это правда. Но. Не врут. Я настолько бенчмаркать, что вот эту тонкость, можно её в задницу засунуть и провернуть. Реально, вот толку от него нет. И не почувствовать, потому что, ну, он реально тонкий. Даже если провернуть, как бы будет похрена. Я против. До щелчка. Я понял. Ну, хорошо. Вот The Verge поставили на третье место Apple MacBook Air. Возможно, ты-то сейчас ржёшь-ржёшь, и опять же, вся Америка ходит с этими Air. Они не парятся. Давай так, объективно, в 2013-м году сделать такой тонкий компьютер, который хоть что-то может вообще. Понимаешь, это они на новых операционках тупят. Может быть, тогда Line или кто там тогда был? Mountain Line. Реально нормально работал. И я зря это говорю. Но он же реально, вспомни, есть фотка, где Стивыч его держит, и он очень тонкий. Да, он его ещё одной рукой держит, по классике. То есть, это реально, как мы с тобой, мем наш был, что технологии соревнуются. Инженеры. Да, инженеры. Вот это инженерно-охранительная штука. А потребительский так себе. Ну, ладно. В принципе, да. Второе место полупроплаченное, но, скорее всего, я уверен, что используют всё-таки Алексу. А Алексу надо использовать на амазоновской колонке. Amazon Echo. 2019. Ну, 2019. 2014. Но 2019 наверняка тоже там есть какое-нибудь издание у них. Вот. И как думаешь, вообще, это Алексу, с них про нее и соус парк вроде был? Что-то такое. Был, был, был. Да и вообще. Там Картман что-то, я помню, говорил. Там, по-моему, все сразу были. Или что-то какой-то бред. Причем эту серию еще я даже смотрел. Да-да-да. Она достаточно старая. А, ну, 5 лет назад, видимо, как раз это и было. Как раз ты тогда еще смотрел. Ну, Amazon Echo. Alexa. И вообще, наверное, с того момента как раз вот началась эпоха голосовых помощников. Сильная такая. То есть, Siri, конечно, Siri. Но колонку сделали пацаны из Амазона. И, видимо, это, ну, стало прорывом. Я не знаю. Второе место по пуковости. Кто сейчас использует. Смотри, я согласен, что по пуковости. Объясню, почему. Нам вообще очень сложно судить. Потому что у нас не Apple-овский HomePod. Потому что мы в России. Да. US-only, короче говоря. Полный US-only. Даже у немцев не так это все работает, как на английском. Почему? Потому что вот этот Вольфрам Альфа, да, которая, типа, супер-энциклопедия, к которой подсоединена Siri, она только английский язык знает. Все. А без вот этих базок это голосовые ассистенты превращаются в тупое говно тупого говна. Поэтому нам невозможно вообще оценить. Это не входит. Типа, голосовые ассистенты входят в нашу жизнь. Да, но в нашу еще не входит. Поэтому это как оценить, опять же, электрокары в Челябинске. Или это абстракция вообще. Это просто, ну, я могу так же северное сияние в Челябинске оценить. Никак. По картинкам в интернете. Вот. Ну, потому что смог закрывает. Смешно. У нас есть как бы оно, но оно в основном от окисления меди или методом электролиза в соседнем заводе происходит. Ну, поэтому у нас так же и Model 3S Tesla приживется, потому что у нас тут нормально вообще. Один раз выбросы на нее упадут, и тебе не захочется электрокар использовать. Хорошо. Она просто именно после дождя, там краска, в нее не добавлен свинец, понимаешь, после обычного нашего радио дождя, она слезет, просто облезет все насквозь и все. У нас почему радио серебряный дождь запретили? Потому что у нас свой радио дождь. Хорошо, было сейчас хорошо. Короче, первое место, друзья, это в списке The Verge, конечно же, Apple iPhone 4 2010 года. Apple iPhone 4 с рамкой тот самый, который все любят. Кто скажет, я люблю Apple iPhone 4, я люблю такой же, как в Apple iPhone 4. Все, кто любители вот этих вот отдельной линейки на айфонах, и какую вроде как сейчас хотят, кстати, новые айфоны, тоже делать с рамкой. Вот Apple iPhone 4 2010 года, прародитель этой рамки, до этого не было еще такой. Было мыло сначала, было не мыло, а потом стала вот рамочка. Что ты скажешь нам в счет первого места и вообще Apple iPhone 4? Я люблю очень Apple iPhone 4. Насчет того первое место в таком топе, это надо думать. Есть селфи-палка. Смешно, но без шуток, без шуток. Apple iPhone 4, это пусть реально был прорыв, пусть это было реально, это были времена, это было очень круто, но это всего лишь очередной айфон. Я бы первый айфон сюда поставил, окей. Да, но он был не в той декаде, к сожалению. Ну, я понимаю, да. Я лишь говорю о том, что мне кажется, что были какие-то вещи, кардинально впервые появившиеся именно в этой декаде, а не просто удачная ревизия чего-то, кого-то. Вот я бы это на второе место поставил, например. На первое? Ага. Ага, ну давай, я сейчас скральну в обратную сторону. Ну давай, давай. Что для тебя innovation, innovation и не пук? Пока вот AirPods, это реально, ну это новое что-то. Apple Watch, это тоже новое. iPad, блин. Ну, это большой айфон. Он переоценен. Это большой айфон, согласен. Он... Может быть, может быть. Я с тобой даже готов согласиться. Насчет наушников, просто наушники не выглядят как девайс девайсич, понимаешь? Ну, я понимаю, что когда ты их с Tesla Model S сравниваешь, оно как бы вот меркнет. С Toyota Camry. Но объективно, вот AirPods Pro мы, я не помню, обсуждали мы с тобой это или просто мы с тобой, шли, прохаживались по улице и говорили об этом. Судачили, я бы даже сказал. О том, что AirPods Pro не могут спрос удовлетворить. Ну да. Что реально до сих пор, даже в Америке, есть моменты, когда три недели доставка будет длиться. Ну, типа, только через три недели доставят. То есть, их ждут и хотят. Поэтому, блин, это реально... Ты уверен, что на Tesla Model S есть такие очереди? Я уверен, что нет. Я думаю, что нет. Да. Я тоже уверен, что нет. Это как бы только один большой пук, опять же. Вот, поэтому, блин, это надо, ну, сесть и реально трезво подумать. Знаешь, я даже допускаю, я допускаю, что если очень долго трезво сидеть и думать, то первое место, его даже нету в сотке в этой. Вот этот девайс супергениальный, он где-то вот рядом, вот, и про него даже и не вспомнили. Может быть. И в такое, я тоже поверю и подумаю. Если наши слушатели и зрители вспомнили про этот девайс, напишите обязательно. Нам интересно. Потому что я вот сейчас не могу так сходу вспомнить. А если подумать, я бы что-нибудь хипстерское тебе только так назвал. И как бы ты даже, но... И я уверен, что ты бы даже и кайфанул с того, что я вспомнил о какой-то такой штуке, которая тоже вот была и прям офигенская. И не пук. И не пук, да, конечно. И ну, офигенская, я и говорю. Ну да, да. Наверняка что-то такое крутится. Хотя бы даже не первое место, но что-то очень значимое. Ну вот что я не могу вспомнить. Блин, ну ладно, может быть смарт-тейп? А, мы уже говорили, да, про смарт-тейп. Ну тогда ладно. Ну как-то так, короче, сегодня у нас. Хорошо. Классно. Мы гаджеты, у нас гиковский выпуск. Причем у нас гиковский не как в соседнем подкасте гиковский, а просто для гикачей. В соседнем подкасте на гиковских аж зубы начинается водитель. Да, тут у нас нормально. Да тут у меня вообще с зубами. Но сейчас, может быть, на следующей темке, кстати? А нет. Там что, по зубам? Да, нормально все будет с зубами. Там прикольно. Но перед прикольным у нас есть нечто еще более прикольное. Это наш патреон. Ух ты. Если вдруг хотите вы нас поддержать чеканной монетой. Ну надо было хоть как-то чуть-чуть на этом деле поспекулировать. По-моему, такое чувство, что ты целую неделю готовил. Только что выдумал. Целую неделю еще этого мема, мне кажется, не было. Поэтому я только что выдал. Можете нас с этой чеканной монетой поддержать на patreon.com.ru Это место, где мы собираем пожертвования от вас. И выполняем всякие хотелки. То есть, кстати, мы можем с тобой с гордостью сказать. Уже месяц практически мы вставляем любезно нарезанную тобою кусочки в наши подкасты. Да. Те самые, которые за 300 баксов мы обещали сделать, когда 300 баксов будут литься к нам рекой. Вот. Оно готово. Называется «Мы запишем набор приветственных прощальных роликов, чтобы вставить в подкасты». Вставили. Есть. Мы записали разных всяких. И, блин, это круто. Мне нравится то, что получилось. Я, кстати, расстроен тем, что на них мало реагируют. А хоть вообще кто-то что-то писал? Ну, пару раз было что-то. Про Гайя Ричи, помнишь? Что нам режиссировал это Гайя Ричи? Хотя это скорее троллинг, чем комплимент. Новый Гайя Ричи, если это не старый Гайя Ричи. Ну, короче говоря, они, по-моему, недооценены до сих пор. Согласен. Я буду считать, что мы выполнили главное обещание. И когда 400 долларов наберем, выполним и то. Смотри, Никит, осень, красивая пора. Листочки разных цветов. Все увядает. А знаешь, где не увядает? Где? На patreon.com.ua. Web Design, там тебе и 5-долларовый патроны, и 10-долларовый, и даже 20-долларовый патроны. Вот это 20 долларов. Да, да. Вот один 40-долларовый макс. Еще больше. Оставили голы. Ой, точнее, не голы, а эти выполнять, начать. За которые нам непосредственно заносят. Но к этому тоже мы движемся. Мы оформляем. Вот завтра с Никитой пойдем физически договариваться об очередных физических гурист. Да, кстати. Вот. А самое основное, что бы я хотел сказать про Patreon, это то, что тем, кто наши патроны доступны, наши пришел. Это еще целый отдельный подкаст. Примерно часовой длительности. О всяком, около, вообще обойти практически никак. Про жизнь просто, про лайфстайл. Ну там, да, там типа про успех, знаете, там типа как стать крутым, там богатым, все такое. Ну, вы знаете нас. Последние несколько выпусков, да, стать такими, как мы. Поэтому последние выпуски были, пришел про кинематограф, про видеоигры. Ну, типа того, да, про всякое говно, короче, как обычно. И про Яндекс.Браузер. Про Яндекс.Такси не было еще, кстати. Надо как-нибудь сделать. Надо заколлаборироваться. В общем, patreon.com slash webdesign. Чуваки, собираем ваши пожертвования. Сколько не жалко, с миру по нитке. Ну, чеканная монета, все верно. Да, хэштег чеканная монета. Вот так вот. Следующая темка у нас с хабра. Что там по коду у нас? В самом популярном фрагменте кода за всю историю стек оверфлоу ошибка. Неожиданно, да? Ты мне хочешь сказать? Вот есть в этом мире самый популярный ответ. Кусок. Который копирует все, ctrl-c, ctrl-v делают. Вот да, как минимум. А как максимум еще и просто на который все ориентируются. Ну, то есть он же как-то там заранжирован. Кстати говоря, как заранжирован? Суть в чем? Суть в том, что был чувак, который писал реально статью, исследование научное. Использование атрибуции сниппетов кода стек оверфлоу в проектах на гитхабе. То есть чувак анализировал гитхабные репозитории и проверял, правильно ли люди проставляют лицензию, если они со стек оверфлоу что-то взяли. Спойлер неправильный. То есть никто ничего не проставляет. Вот так вот. И когда чувак делал, соответственно, об этом статью, он выяснил, он проанализировал. Как-то там сквозь парсер закинул, проанализировал через опишку, какой, собственно, фрагмент. И самый популярный фрагмент – это ответ на вопрос, как сконвертировать количество в байтах в Human Readable формат в Java. Обратите внимание, язык Java – самый популярный вопрос про язык Java. Так вот, как в Java написать алгоритм, который бы какое-то огромное число байт переделал в человека читабельные мегабайты, гигабайты, петабайты и прочие экзабайты? Так. А почему-то не очень много лайков. Это самому вопросу не очень много лайков. А у ответа-то много. А у ответа сейчас я найду. Здесь где-то было сказано, сколько? Девять. Черт, ищу. Ну-ка. Более тысячи плюсов. Сто тысяч просмотров и около тысячи плюсов. Ну, хорошо. Ну, собственно, здесь есть на него ссылка, так что я сейчас нажму и скажу точную цифру. Может быть, после этой статьи еще больше, да. Тысяча двести шестьдесят три лайка. Я-то, кстати, думал, даже и больше будет. Ну да. Просмотров. Я не вижу здесь просмотра. Ну и сколько-то просмотров. Насрать. В общем, как сконвертировать байты в какие-то другие байты. Мегабайты, гигабайты и так далее. Так вот. В чем баг? Баг в том, что тут чувак просто брал и... Первый ответ был о том, что в цикле перебирать. Если крат на такой-то степени, то значит это байты. Если такой, то килобайты и так далее и тому подобное. Ну типа в цикле не очень читабельно. Поэтому чувак написал, что можно через логарифм вычислить. Брать по основанию тысячу логарифм. Ну я, блин, не такой сильный математик. Поэтому как бы да. Причем логарифм через лонарифм он вычисляет. Потому что нету просто обычного логарифма в Java с таким большим основанием. Поэтому вот он так сделал. Ну и короче говоря, баг не такой, что там просто не работает. А там баг именно на edge-кейсах. То есть если рассматривать крайние фрагменты, типа когда число стремится к одному мегабайту, бывает, когда он показывает 1.0 мегабайт. Или там какой-то... Короче, блин, я честно готовился. Я честно смотрел. Я знал, что будет зубодробуха. Вот. Да просто видишь, здесь нет смысла даже это сильно говорить. А, вот. 1000.0 килобайт может быть показано. Хотя на самом деле должен быть 1.0 мегабайт. То есть именно на пограничных значениях начинает тупить. Ну и тут, собственно, понятно, почему начинает тупить. Вот. Потому что много девяток. Вот. И потому что есть порог, когда 1 умножить на 1000 в квадрате больше, чем 999,9 умножить на 1000 в первой степени. Хотя по факту, ну как бы наоборот получается. Вот. Не хочу в это все вникать. Вот здесь все подробно расписано. Вот. Это, кстати, смотри, в чем суть. Это перевод. Это статья-перевод. И тот чувак, который ее пишет, он и есть автор этого ответа. Самого популярного. И самое прикольное, что когда этот чувак, который делал исследования научные, он нашел этот вопрос, он пошел у себя на работе и сказал, блин, интересно, а, ну, откуда, так сказать, этот код используется где-то в продакшене? Не взял ли этот чувак его из Oracle и так далее и тому подобное? И он говорит, блин, а я с ним знаком, иди у него и спроси. Он их, короче, познакомил, он у него реально спросил там, ну и закрутилось. Поэтому этот чувак и написал статью, и об этом и во всем узнал. Дальше он там улучшал этот код, потому что было еще краевое значение, когда петабайт, близко к одному петабайту, точнее к одному экзабайту, там когда 900, короче, дохрена девяток, неправильно подсчитывалось. Это из-за того, что сплавающая запятая арифметика корявая в принципе в программировании, когда особенно очень большие значения. И он там это тоже устранил. И в результате иронично то, что он, когда первый был вопрос с циклом, с циклом-то не будет таких багов. Но поскольку этот чувак подумал, что это не readable с циклом, он типа сделал красявки. И в результате ему, чтобы красявки правильно работали, пришлось еще 100 строк кода туда написать. Ну не 100, а там порядка 15 в итоге получилось. И этот код в итоге получился менее readable, чем цикловый. И он говорит, типа, вроде началось все с того, чтобы как попытка избежать циклов чрезмерного ветвления, а после сглаживания всех пограничных ситуаций код стал еще менее читабельным, чем исходная версия. Лично я бы не стал копировать этот фрагмент в продакшн. Нормально. Ну и я позволю себе прочитать ключевые выводы, потому что они действительно ключевые, а я не хочу к ним приходить сам. Это знаешь, как я не хочу тебе рему доказывать. Я знаю, что она вот такая, и мне этого достаточно. Я сейчас не в школе и не на геометрии, чтобы выводить это самому через доказательства. Поэтому зачитываю вам ключевые выводы. В ответах на стек оверфлова могут быть ошибки, даже если у них тысячи плюсиков. Проверьте все граничные случаи, особенно в коде со стек оверфлова. Третье, арифметика с плавающей запятой сложна. Вот с этим вообще споров нет. И четвертое, это обязательно указывайте правильную атрибуцию при копировании кода, кто-то может вывести вас на чистую воду. Ну это смешно, но и тем не менее. То есть какой из этих четырех ключевых выводов тебе кажется самым важным? Просто интересно. Мне, если честно, больше всего, конечно, нравится первый вариант. Но это баянный ответ. Но тем не менее, так и есть. В ответах на стек оверфлова могут быть ошибки, даже если у них тысячи плюсиков. Это значит, что, во-первых, все мы люди, а во-вторых, просто слепое копирование со стек оверфлова может привести без понимания, может привести к тому, что и у вас могут быть ошибки дополнительные. Вот. Мне кажется, первый. А тебе какой? Неожиданно, но третий. Здесь я был готов к вопросу. Я считаю, что… Арифметика с плавающей запятой сложна? Ну да, она бесит. Я бы сказал, в принципе, арифметика сложна. Это правда. Мы даже с тобой, когда изучали в университете модулярную арифметику всякую, в курсе компьютерной алгебры. Вот. Мы там-то узнавали, что, в принципе, есть методы, когда можно на полном серьезе умножить по детям 100 тысяч миллиардов на 10 тысяч миллионов. И, ну, по идее, в компьютере ты не можешь впрямую это умножить, потому что у него нет такой разрядности в памяти. Нет столько, ну, как бы… Но есть алгоритмы, которые позволяют сэмулировать через модулярную арифметику решения, ну, с такими гигантскими значениями. И меня это когда… Я, причем, когда мы это просто изучали в институте, я такой, типа, какой-то бред. А потом был какой-то момент, когда я это осознал. Я не помню, уже я в магистратуре учился. Я это как-то осознал. Я пришел к Галине Борисовне, которая нам это преподавала. Я реально… Ну, то есть, разумеется, это не единственная была причина, по которой я к ней пришел. Хотя история была бы красивая, если бы я сказал, что это единственная причина. Я такой просто взял, собрался и пришел. Этим мальчиком был, бред. Я пришел и сказал, типа, Галина Борисовна, спасибо. Типа, это действительно полезная хреновина. И до свидос я, типа, не понимал вообще, насколько это, ну, важная штука. А это ведь реально чуть ли не один из самых прикладных в итоге предметов был. Ну, понятно, что большинство людей не зарабатывает таким программированием, которое требует каких-то умных вычислений. Но вот, короче, мне в какой-то момент по бреду это пригодилось. И я на полном серьезе именно охренел. Осотонел в тот момент, когда вспомнил, что мы же это, блин, проходили. И как-то это даже прикольно. Поэтому мой вариант, что арифметика с плавающей запятой сложна, так же, как и вот модулярной арифметикой вот это все, как-то это прикольно. Ну, мне нравится. Понравился твой ответ, подготовленный и не обычный. Ну вот, вот так вот. Хорошо, пойдем дальше. Темка «Страх и ненависть в IT», которая у нас главная, одна из главных, скорее больше замануха, чем то, что именно звучит как «Страх и ненависть». Здесь, скорее, даже не столько мы наврали вам, сколько здесь о том, что как одного чувака может задолбать IT. Может быть, вас также задолбало. Может быть, вас не задолбало, но вы увидите какие-то нотки. Поэтому давайте послушаем. Чувак пишет статью о том, что он обычный программист, причем он сеньор. И он напишет на такой теме, как Java Kotlin. Бэкэнд в различной степени сложности, хотя он раньше еще и прошивки разрабатывал. И вообще там, короче, он с хорошим опытом, у него там, короче, багаж знаний охрененный. Ему там больше 35 лет, как я понимаю. Жизни, я имею в виду. Не программирование на Kotlin опыта. Короче, и он говорит, я вообще всегда всю жизнь ходил на работу вот с удовольствием. Что бы на работе ни происходило, я прям как на праздник. Но почему-то в последнее время тупо наблевал вообще от такой структуры, как IT. Почему? Несколько пунктов. Первое. Чрезмерная сложность. Когда, говорит, занимался железками, нравилось то, что он вот полностью все контролирует и насквозь понимает, как работает та или иная штуковина. Но со временем, я, говорит, сейчас все-то сижу, пишу на бэкэнде и уже полгода пишу, а все еще не понимаю до конца своего проекта полностью, чтобы контролировать его нормально. И, типа, это как-то, ну, жестко, потому что из-за такой сложности огромная фрустрация происходит, соответственно. То есть ты сам себя коришь, что, блин, а я же не знаю, как, чувак, как, что-то, короче, это не очень. Плюс, как вы понимаете, из-за обилия технологий сама по себе сложность увеличивается еще больше. А если мы меняем новые технологии на другие технологии на другие технологии, зачем-то, как обычно, как любят многие делать, сложность снова увеличивается, снова надо переписывать, снова надо понимать проект. Ну, в общем, это отдельная фича и, короче, чрезмерная сложность губит немножко людей. Видимо, приводит к выгоранию. Он здесь много красиво пишет, что именно его забесило, то есть у него тут реально жопа пригорала во многих местах, но тут очень смешной есть рассказ. Вот отдельная тема – это господин JavaScript и его бесчисленные фреймворки. Часто не понимаю, как можно было бы изобрести столько штуковин для инструмента, которому нужно просто нарисовать формочки на веб-странице и время от времени отправлять запрос на бэкэнд. «Хорошо, что я занимаюсь бэкэндом», пишет он. «На примере фронтэнда, да и не только его, хорошо заметно, как мы ходим по кругу. Давайте всю логику выполнять на стороне сервера. А потом, а давайте теперь на стороне клиента. А потом, а давайте теперь снова на сервере и так до бесконечности. Давайте фронтэнд и бэкэнд писать на одном языке. А теперь давайте на разных языках. А давайте снова на одном. Давайте сделаем схемы для форматов данных. А потом схемы только для старперов. А нет, схемы нужны все-таки. Один мой кореш перепиливает свою опенсорсную библиотеку с YAML на XML просто потому, что есть схемы, и это очень здорово. Когда клепаешь огромный конфиг, а IDE, осведомленная о XSD, сама может выполнять за тебя половину работы. Из вышесказанного вытекает следующая проблема. Слишком много всего. Это второй пункт. Кроме сложности, слишком много всего. Инструментов, языков, книг, конференций, фреймворков и так далее. Уже давно позади те времена, когда для разработки софта достаточно было знания одного языка программирования. Пара библиотек и, в общем-то, все. Теперь нас ожидают сотни фреймворков, десятки языков, модные не слишком субэдэ, взесущие брокеры сообщений, сотни квадратных километров разложенных граблей и прочего веселья. И типа нет времени, чтобы все учить, естественно. Нет времени познавать. Особенно самое главное, что из-за такого обилия количества, он там дальше скажет, языков и технологий, например, на собеседовании каверзно вас могут завалить какой-нибудь очень странной хреновиной, которая на самом деле по факту вы бы и так решили это в обычных рабочих условиях, но в стрессовой ситуации где-нибудь, когда вам задают очень сложные вопросы про фреймворки, вы, естественно, можете не ответить, и это будет как зацепка, чтобы не принять вас на работу. Да или просто денег скинуть. Я напоминаю, почему даже не столько тебя не принять, потому что проводить еще несколько собеседований, это время и рекрутеров и так далее, а просто сделать так, чтобы тебе меньше заплатить и все. Конечно. То есть, это зарплата тоже может влиять. Ну, а не знаешь, как там вот это вот хрено. Ну, тогда вы всего лишь там, ну, middle, хотя будете делать до хрена. Собеседование. Да, вот по собеседованиям конкретно. Здесь много вопросов у него тоже к чувакам, которые собеседуют. Зачем вообще на собеседованиях спрашивают? Факт в том, что придя на собеседование на позицию старшего разраба, с огромной долей вероятности ты столкнешься с задачками, приправленными вопросами в викториной. Ну-ка реши на бумажке задачку, которую мы вчера стащили с лид-код. Ошибся на единичку в граничном условии? Фу, лох. Не знаешь, как работает метод name в моднейшем framework name? Кто его вообще сюда пустил? Охрана. Короче, вот. Никого больше не волнует, что твоя голова устроена по-другому, и ты не можешь в стрессе под подозрительно снисходительным взглядом высоколобых ботанов быстро и без ошибок наваять алгоритм под задачу, над которой ты и подумать еще не успел. Вот это минус. Тоже минус, который его немножко гложет. Айтишники. Айтишники. Разберем несколько подвидов этой популяции. С которыми чаще всего приходится иметь дело. Вот. Разработчики и сочувствующие. Вопреки стереотипам, в большинстве своем не ортодоксальные ботаны, а вполне себе нормальные ребята. Вот только, как правило, говорить с ними не о чем. Все разговоры в нерабочее время сводятся к работе. Ну, тут на самом деле на вкус и цвет, потому что разные чуваки бывают, мы сами понимаем. Но, видимо, большинство, большинство чуваков, которые типа-типа, кроме разговоров о работе ни о чем не могут, он это говорит не потому, что люди плохие, а потому что вот, опять же, из-за количества информации, фреймворков, все, что надо учить, когда ты типа крутой специалист, у тебя больше в башке-то ничего и нет. Ну, понятно, тебе приходится, чтобы соответствовать. Тебе приходится, да, приходится. Project Manager. Честно говоря, говорит, за 10 лет так и не понял, кто такие Project Manager и зачем они нужны. В совершенно разных конторах это выглядело примерно так. Вот вам пачка задач, разберитесь, чего там и как, и вот до такого числа сделайте. А я пошел, возьму латы у хипстеров на первом этаже и напишу в Инстаграме, какой сегодня тяжелый день. Только однажды я, говорит, видал чувака, который спросил, строил все эти скучные графики, жонглировал задачами и был нашим помощником, а не просто классным парнем, который не смог в программирование, но айтишную ЗП очень хочется. Смешно. Просто иногда, мне кажется, они больше, чем программисты получают. Ну, кстати, да. На них просто там типа ответственность определенная. Но, опять же, тут субъективщина. Вот он встречал таких чуваков. Бизнес. Про бизнес он тоже говорит, что есть чуваки тем, кому важно как, чтобы внутри было все красиво и правильно, и тем, кому важно что. То есть, те люди, которым важна суть продукта, просто чтобы бабки заработать. Для первой категории, с точки зрения зарабатывания денег, абсолютно не важно, насколько правильная архитектура выбрана и насколько красив код. Точно так же, как и на всю эту вашу безопасность, лучшие практики и так далее. Можно втыкать костыли и заработать бабок, а дальше тот манагер, который все это… Короче, я так понимаю, что, в общем, это не рабочая схема. Тем, кому важно как, чтобы внутри было красиво и правильно, это как бы такое. Для второй категории 90% из вас делает то, что уже давно сделано другими. За редким исключением все ваши продукты глубоко вторичны. Но, тем не менее, ушлые дельцы пытаются придать идейность очередной платежной системе, онлайн-банку и тому подобному. Короче, про бизнес он тоже разочарован. В принципе, про бизнес, я думаю, можно было сразу разочароваться, вот это достаточно простейшее разочарование, про которое можно разочароваться. Последний пункт – это здоровье. Каждый знает, что если долго поднимать тяжести, то без должной подготовки или даже с ней гарантированно получишь проблемы со спиной и суставами. То же самое про мозг, только это менее очевидно. Наша работа требует высокой отдачи и концентрации, даже если мы всего лишь рейфачим тесты на автомате, слушая на фоне очередной разведопрос. Мне кажется, что мозг просто не предназначен для ежедневных подвигов. И типа, как только ты долго работаешь, он, соответственно, у тебя все замыливается, концентрации нет, короче, ты не можешь придумать идею, безидейность, короче. Многие коллеги, говорят, в 35 плюс чувствуют себя примерно то же самое, а на форумах начали появляться вопросы, что делать, если тебе 25 и ты выгорел. Или как выйти и зайти. Как долго протянуть в таком режиме, вопрос интересный. Ну и тут итого. Итого, конечно, удручающее, ну, собственно, как и вся статья. Я зачитаю. За 10 недолгих лет IT-сфера из уютненького мерка компьютерных ботанов, сидящих в подвале возле мерцающего монитора, превратилась в огромную хайповую индустрию с большими зарплатами, маркетингом и прочим буллшитом вокруг. Программирование больше не инженерное искусство, а всего лишь унылое ремесло, главное назначение которого превращать говнокод и костыли в деньги. Осталось только дождаться, когда вся эта махина обрушится под собственной тяжестью и мы вернемся в свои подвалы. Или нет? 806 комментариев к статье, как вы понимаете. Ну, в общем, неприятный осадочек, но мы можем поспорить с тобой, согласись, с чуваком. Ну, слушай, можем, можем и не спорить. А можем и не спорить. Ну, давай просто так скажем. Предположим, что он прав, тогда все грустно. Но я думаю, что во многих индустриях, не только в IT, все так же грустно под влиянием, собственно, денег. Как вы понимаете. Здесь в основном, если про каждый пункт посмотреть, то в каждом пункте в целом все про бабки. Ну, то есть, если глубже уже копать, чрезмерная сложность, собеседование, слишком много всего, это все про деньги, по сути. То есть, здесь нет такого, что это просто вот почему-то так случилось. Это все росло из-за чего-то, из-за бабла. Вот, если плохую сторону. А если все-таки опровергать, возможно, чувак, ну, ни разу за это время, или просто последнее время, раз же он же раньше вроде как с улыбкой ходил. Возможно, последнее время у него неудачные проекты, неудачные компании. Может быть, он бы мог сейчас найти для себя жемчужину по «Пиратам Карибского моря», которая конкретно ему понравилась и как проект, и как все в целом, и проект-менеджер бы там был нормальный, и бизнес бы толковый был бы и так далее, и так далее. Возможно так. Но, опять же, из-за того, что это исключение, скорее, чем правило, то здесь, к сожалению, больше мы подтверждаем его скептицизм, чем опровергаем. Вот именно. Вот, какой-то такой вывод. Ну, хорошо, ладно, пойдем к заключительному. Мне вот не стремно подтвердить его скептицизм. Вот. Я, кстати, не знаю. Объективно в каждом поколении есть какая-то такая оверкильная сфера, в которой большие зарплаты там, ну, то есть люди, которые востребованы. Вот, то есть если когда-то это были инженеры, там, или, я не знаю, еще когда-то это были кузнецы, там, 500 лет назад. Вот. Я не знаю, правда, кто после айтишников будет. То есть мне кажется, такое не предсказать вообще никак. Ну, если бы ты сейчас предсказал, то мы могли бы закрывать подкаст просто и открывать то, что надо открывать. Ну, блин, ну, серьезно. Вдруг подкастеры? Давай представим себе, что подкастинг будет. То есть контент-мейкинг. Ну, вообще он уже и так, на самом деле, есть. И он уже и так впереди. Ну, я согласен, у блогеров зарплаты побольше, именно зарплаты, заработки побольше, чем у айтишников. Ну, у топовых блогеров. Ну, да, конечно, у топовых. Хотя у топовых блогеров и у топовых айтишников тут я бы поспорил. Хотя, не знаю. А я бы не спорю. Мне кажется, у топовых блогеров за один заказ может быть столько, сколько у топовых айтишников за месяц, поэтому. Ну, да, да. То есть вот следующее придумано, вот после контент-мейкеров что будет. Мне кажется, там все уже, void придет просто и все. Ну, вот. Вот и договорились. Закрываем наш подкаст, оставляем void. Ага. Ну, да. Пойдем к последней теме этого подкаста. Давай, давай, пошли. Microsoft показала обновленный логотип Windows и дизайн для ста иконок приложений. Microsoft показал обновленный логотип для Windows и новый дизайн иконок для операционной системы. На каком-то сайте, мы не будем его называть, мы с него не открываем обычно статьи. Сто значков. Добавили. Майки. И здесь можно увидеть все такое, опять же, в голубо-синя-зеленых тонах. Новый логотип Microsoft. Это опять те самые окна, которые на бок немножко в перспективе повернуты, которые мы знаем. Иконка окна. Но просто вот в голубых тонах. Этюд в голубых тонах здесь у майков. В принципе, здесь видно и иконки Эджа нового, который будет на хроме, хотя вы, наверное, уже и так знаете, как он будет выглядеть, вот этот завиточек. Ну, мы обсуждали, да. Да, мы обсуждали. Ну, здесь всякие иконочки. Офиса, почты. И, в принципе, это вы уже и так видели, но здесь есть и другие иконочки, которые тоже в этом же стиле нарисованы. То есть, вы можете примерно представить, если вы знаете, как новые офисные иконочки выглядели, то примерно вот все будет такое. Все будет такое, все в стиле, даже не знаю, в каком стиле, оно яркое очень. И как будто заветы Джонни Айва продолжают жить. То есть, он как вот с определенной iOS, то ли с шестой, то ли с седьмой, начал вот эти вот приколы. С яркими цветами и переливающимися, даже не то, что переливающимися, а градиентными всякими штуками. Вот, по-моему, это его дело живет, и оно изменяется, немножко формы приобретают другие, но, тем не менее, вот оно. В принципе, гений, что сказать. Что здесь можно выделить? Что здесь можно выделить? Ну, логотип Windows сам по себе, это, конечно, самое главное. Здесь вот на последней картиночке, если ты промотаешь, здесь есть фотик. Это, видимо, не знаю, фото, фотокамера в ноутбуке будет с таким логотипом. Если он у тебя на базе Windows. Папочка с этим, с файлами, не особо как-то отличается, но просто она вкуснее стала чуть-чуть. Калькулятор хай-течный стал. С КМД такая стала, как будто кино ты будешь мне снимать. Она хлопушкой стала какой-то сильной. Ну, в принципе, все в целом. Кстати, почта такая более-менее минималистичная, иконка почты. Ну да, ну да. В принципе, я не знаю, что даже можно ли что-то поставить этому, то есть редизайном это сильно не назвать большим, но я бы поставил просто хорошую твердую четверку, если из пяти. Я некоторым бы прям пять поставил. И мы с тобой уже обсуждали новые логотипы в Word и Excel, например. Им я бы прям с плюсом поставил, они офигенные. Там и буковка, которую мы все привыкли видеть, и за буковкой непосредственно предметная область. То есть если в Word это линейки, ну типа под текст, в Excel это табличные эти клеточки, ну там в Outlook это письмецо, в PowerPoint, там, по-моему, диаграммка, там именно pie chart круглый. Вот. Они офисные, просто космически офигенные, а всякие блокноты там и так далее, они какие-то скучные. Фото, видео. Ну, я понимаю, что оно хотя бы в стиле, такой дженерик прикольное, но как-то так себе. А вообще мне напоминает material design. Здесь как будто тоже из нескольких кусочков материи друг на другом лежащих и теньки, вот эти небольшие микротеньки, это прям сильно мне material design-щины это даёт. Вот. Так что не только дело Джонни Айва живёт, но и дело Google тоже живёт. И теперь оно ещё и в Microsoft тоже живёт. Ну да, оно потихоньку внедряется. Ещё и в браузеры, вообще везде. Да. Хотел только посетовать, что почему-то иконка Windows, раньше она была, там 4 разных было окна цвета, а теперь они все примерно одного цвета. Как-то даже и грустно. А, ну да, кстати. Ну, sorry. Чё? Они как бы, типа, это как единое окно, которое немножко просто бликует. Бликуем. Ну да, может быть, именно так они это объяснили, потому что в противном случае что-то как-то скучно. А так, так круто, да. Можно даже и на этом закончить обсуждение этой темки. Как сказал Лебедич, а он про это тоже сказал, блин, сделали классно и слава богу, что типа сделали. Просто взяли и, ну, решились на полный редизайн вообще всего. Не по отдельности что-то там одно делать и так далее. Это как он про логотип метро говорил. Что типа, да, мы не сделали ничего суперпрорывного там и катастрофически классного, но мы зато взяли, в одном месте им всё это сложили и как бы скинули папку с ассетами. Ну, то есть, они всегда знают, где это взять. И за вот эту уже, так сказать, оптимизацию и уборку, так скажем, какую-то, он уже взял за это деньги. И, в общем, находится, опять же, в своём праве. Вот. Так и здесь. Они, наконец-то, взяли и к единому стилю всё привели. Это надо, во-первых, большую такую политическую волю, так сказать, иметь. А во-вторых, просто, ну, классно. Да, Сатья разрешил, походу. Походу, да. Ну, чё, к обойке? Погнали. Или к патронкам? Можно к обойке, можно патронков. Давай, патронков назовём. У меня под рукой. Relationship manager, давай там. У нас, кстати, 60 патронов всего. И, по-моему, это наш... Ну, нет, это не рекорд. Были месяцы, а именно октябрь, когда было 62 патрона, в ноябре было 60, и сейчас в декабре опять 62. Ну, так держать, я хочу сказать. Кстати, цифры меньше, причём намного меньше. То есть, в июне, июле были прям топовые цифры, именно долларовые. Вот. Но мы с тобой уже сто раз это обсуждали, что нам количество важнее, чем общая сумма. Потому что вот эти плюс-минус какие-то 10 долларов туда-сюда, это хрен с ним. А вот то, что есть реально количество людей, которые всё больше и больше, которые нам доверяют, вот это вот охренеть, это стоит гордиться этим. Согласен. Поэтому лучше меньше, да лучше, да больше. Да. Итак, 40-долларовый Макс, спасибо тебе огромное. Блин, Макс, что-то он охренел. Спасибо, Макс, чтобы ты знал, тебя ждёт прям охренетительный приз. 40-долларовые патроны получают прям топ за свои деньги, поэтому да. Согласен. 20-долларовый водитель НЛО, в скобочках Костик, Олег Цепеш, Иван Мерзавцев, Антон Шувалов и Никита Ларк. Чуваки, вы крутые. 10-долларовый Константин Русанов, Михаил Палмер, графа Балмасов, Дмитрий Казарцев, Кеши Путилев, Анар Балгимбаев, Алекс Яценко. Вы все прям, чуваки, крутые. 5-долларовые. Дмитрий Перещук, Альберт Караев, Денис Чайкин, Игорь... Я... Здесь просто много букв «С». То есть я именно попытался сохранить лексику автора. Игорь Ли, Солдж, Титус, Паша Погнали, Антон Потапенко, Трофим, Геннадий Хатавицкий, Нан, Алекс Ефремо, Пётр Гаврилов, Алекс Нью Бостон, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Миша Хохлов, Явеб, Антон Заболоцких, Тёма Фарт, Илья Смагин, Андрей Чиг, и Эльмира Халилова. Также отдельное спасибо Сэму Белову, Роме Фролову, Владимиру Анохину. Они заносят 5-5 и 6. Точнее, нет, 6-5-5, соответственно. Вот. И не выбрали тир. Чуваки, вы все офигенские. Поэтому... Всем спасибо. Спасибо. С наступающим. Да, вас всех с наступающим. Давайте обсудим обойку. Давайте. А чтобы мне обойку-то обсудить, надо как бы зайти в неё сначала. Давай, зайди. Там она достаточно новогодняя? Вообще не новогодняя. Вообще не новогодняя. Я не... Я игнорирую этот праздник. Я тебя понял. По крайней мере, в обойке я его игнорирую. Короче, смотрим. На обойке много предметов на удивление. Обычно ты делаешь просто, чтобы там был один предмет, и я просто банальщину говорил какой-нибудь. А тут много всего. Вид сверху. Как в GTA 1 или GTA 2. Здесь мы видим два корта. Ну, как даже не корта, а поля, я бы сказал, закрытых для мини-футбола, бейсбола, не знаю чего. Мне кажется, это баскетбол, там кольца. Баскетбола, да. Я что-то уже совсем тупой. Два корта для баскетбола. Два поля. И рядом песочное, по-моему. Это вообще здание, мне кажется. Крыша здания, по-моему, какая-то. Вот. Но оно все равно с полем, да? Я ничего не путаю вроде бы. Короче говоря, некий комплекс спортивный имеем мы. Где-то не в России, мне кажется. Знаешь почему? Потому что это University of North Carolina. Ну, почти в России. Здесь наш подкаст, это, конечно же, я скажу хрень, но просто скажу. Это вот эти вот фонари, которые белые такие освещают поле. Я ее вижу, да. Да. Вот. На поле там всякие разные темки тусуются, всякое такое. Может быть, патроны выбегают иногда на поле. Вот. А наш подкаст, он светит на это все. И позволяет даже вечером собраться людям после работы и им послушать как бы его. И поиграть в баскетбол. Глубоко. Это прям неплохо. Я когда-то... Был момент, когда мы с Алиной гуляли на стадионе тут недалеко от нас, школы. И там не работало вообще фонарей, но при этом было много фонарных столбов. И я говорил, вот представь, при Союзе-то на всех фонарных столбах были фонари, и реально здесь было ночью хорошо освещено, и люди занимались, скорее всего. Вот. И потом где-то через полторы недельки мы там опять гуляли, и на трех из фонарей именно сделали фонари. То есть, видимо, был какой-то буферный период, когда их летом разбили, а на зиму еще не поставили. Ну, там, на осень, это осень была, зима. Вот. И поставили именно на тех, которые между стадионом и школой. Ну, чтобы как бы совместить приятное с полезным. А те, которые три отдельно только в стадион освещают, их так и не вставили. Ну, так вот. А наш подкаст, смотри. И вот синие корты, не корты, а поля для баскетбола, это то, как мы с тобой представляем наш подкаст. А слева на крыше вот эти вот два набросочка синих карандашом каким-то, это как получается на самом деле. Ну, это интересно. Вот эта вот вся инсталляция, это и есть все наш подкаст, как мы, так сказать, как он в наших головах для вас звучит, уважаемые зрители и слушатели, и выглядит. А слева это как на самом деле получается, еще и не вовремя. Так что да. Но мы будем стараться в новом году, чтобы первое поле слева это был наш подкаст, как мы его планируем, а поле справа это был, как он в реальности. То есть такой же, только еще и люди на нем есть. Ну, короче, будем хреново просто планировать. Получится нормально. Да, получится нормально. Нет, подожди, ты не понял. Наоборот, я уже только синенькие рассматриваю. Крышу вообще не смотрю. А, я понял. Левый синенький мы планируем, а правый синенький есть на самом деле. То есть уже есть кольца хотя бы. Обратите внимание, на левом нет колец баскетбольных. Ну, там сняли. И там люди есть хотя бы уже. То есть как бы сама изюминка, она вот будет у нас по сравнению с планированием. Короче, да, всех еще раз с наступающим. Пишите в комментариях тоже с наступающим. Я надеюсь, что наш стрим прогулки прошел безупречно. Или пройдет, смотря когда выйдет этот подкаст. Вот. Я знаю точно, что завтра в среду будет премьера 218-го. Ну и, видимо, я попрошу Никиту завтра же мне скинуть сурсы под 19-й и начну монтировать уже и 219-й, чтобы, ну, реально вас порадовать перед новым годом. Ну, чтобы прошлогоднего не было подкаста. Да, 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 да. Как-то так. Увидимся плюс-минус через неделю. Ну, нет, получается через две. Ну, то есть мы не будем записывать 31-го, но, видимо, 7-го на Рождество уже будем. Да. Почему бы и нет? Мы сегодня в католическое записываем, а там будем записывать в православное. У нас символизм полный. Ну, да, я считаю, это круто. Ладно, давайте увидимся через это время, еще раз с наступающим. Давайте, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok